Сегодня у нас лекция 9 про облака. Меня зовут Леонид Талалаев. Я работаю в компании Одноклассники. Последние полтора года занимаюсь созданием собственного решения для Cloud Computing в наших дата-центрах. А до этого, а также занимался высоконагруженными системами в Одноклассниках. В общей сложности работаю в Одноклассниках уже 8 лет почти. Поднимите руку, кто был на первой лекции или смотрел, может быть, ее. Отлично, значит, вы уже слышали какие-то видения. Ну что ж, давайте начнем. На первой лекции вам рассказывали про то, какие предпосылки были к появлению облаков, а именно к начале то, что называется Cloud Era. Во-первых, технологическое развитие, появление более быстрых процессоров, быстрого железа, диски увеличивались в размерах, росли, становились более быстрыми, сеть из гигабитной превращалась в 10-гигабитную и так далее. Дата-центр as a computer — это концепт. Многие компании, у которых есть свои дата-центры, они поняли такую идею, что нужно уметь управлять дата-центром так же, как мы управляем компьютером. То есть мы ставим какой-то специальный софт, который может нам конфигурить без необходимости постоянно бегать, перевтыкать провода. То есть мы можем взять какое-то приложение, перенести его на другой компьютер, перенести данные, и все будет работать. То есть таким образом мы можем распределить, например, нагрузку между разными стойками дата-центров равномерно, или, например, у нас какие-то проблемы с охлаждением, может быть, или просто у нас стойка сгорела или залила водой, например. Также было много компаний, которые закупили себе большое количество железа, и у них получился избыток. Ну, это произошло после датком бабла, когда было много интернет-проектов, которые думали, что они вот сейчас вырастут, но этого не случилось, и они благополучно закрылись, при этом железо, оно осталось. Вот и надо было что-то с этим делать. Также появляются первые распределенные отказоустойчивые системы. То есть это такие системы, в которых отказ любого сервера, он не влияет на работоспособность. Плюс эту систему можно легко расширять, можно поставить новые сервера, и они будут входить в ротацию без какого-то даунтайма. Вот до этого обычно это происходило так, что для того, чтобы, например, вам масштабировать систему, вы должны поставить сервера, остановить все, скопировать данные, запустить, или как-то переразбивать, например, если у вас партиционирование какое-то хитрое. То же самое касается и отказов. Если происходит отказ, то, как правило, это какое-то переключение мастер-слейва, то есть это какой-то даунтайм опять. И, наконец, все пришло к тому, что появились подходы, которые позволяют всего этого избежать. Собственно, что такое Клаутера? В Клаутеру у нас выросли то, что называется дефолтные требования, то есть что мы хотим вообще видеть в IT-системах по умолчанию. То есть то, что раньше позволяли себе большие компании и большие проекты, мы это уже воспринимаем как что-то вот, то, что должно быть уже вот на старте, мы должны закладывать, должны планировать, что вот у нас это будет в какой-то момент. Во-первых, мы должны закладывать сразу же, что у нас система в какой-то момент должна стать высокодоступной и масштабируемой. То есть что это значит, я уже сказал, что ее можно легко расширять, добавлять сервера без даунтаймов, и также эти сервера, если выходит из строя, то мы их заменяем, и это все не сказывается на пользователях, на работоспособности. Также появились различные бигдата, технологии обработка больших массивов данных, которые позволяют, допустим, предсказывать поведение пользователей. И уже в современных проектах это кажется как что-то само собой разумеющееся, что у вас есть, вы можете собирать данных, например, с мобильных устройств, там чуть ли не по каждому клику пользователя, то есть по каждому его движению вы можете писать от всех пользователей данные и их анализировать из-за этого большого объема, казалось бы, бессмысленных данных, извлекать какую-то очень полезную информацию о поведении пользователей или, например, для рекламы это используется. Ну, собственно, это означает, что приложения становятся более интеллектуальными, уже никого не удивишь, что в каком-то там простейшем приложении, казалось бы, там, не знаю, приложение для знакомств, там на самом деле какой-то офигенный машин-лёрнинг, там куча данных и сидят вот реально бородатые дядьки и придумывают, как вот познакомить там девочек и мальчиков между собой как-то получше, чтобы они там общались. Также требования более низкого латности, это означает, что мы ожидаем, что приложение просто быстро отвечает. То есть мы не можем как раньше сидеть там, ждать, когда там в отдельной вкладке у нас подгрузится страничка, мы хотим, чтобы это прямо вот мы нажали и сразу все заработало. Ну, собственно, потому что таких приложений тысяча, и ты просто, скорее всего, будешь пользоваться тем, который просто быстрее работает. Очень такая у нас, очень большая конкуренция сейчас в мире приложений. Что же получается? Значит, второй момент – экономика совместного потребления. Что это такое? В принципе, это такая общая концепция, она относится не только к IT. Иногда нам выгоднее что-то арендовать или купить, чем это делать самому. Какие факторы при этом рассматриваются? Во-первых, объем. Естественно, когда мы покупаем что-то в больших объемах, нам дают скидки. Ну, это естественно. У нас больше серверов в дата-центре, мы, соответственно, получаем скидку от вендора. Сам сервер у нас больше, там, 24, допустим, у нас коры, да. У нас цена за коры будет меньше. При этом, если нам нужен, допустим, одна коры или пол коры, мы не сможем эффективно это купить просто. Это же касается не только железа, но и, допустим, людских ресурсов. То есть нам какой-то инженер нужен на полставки. Мы не можем пол инженера нанять. То есть нам нужно его целиком нанять, как бы, да. Мы не можем платить ему, там, зарплату, там, 3 доллара, например, да, за то, что он приходит, там, 5 минут в день. Вот. Второй момент – это время, да. То есть мы, когда что-то арендуем, мы не тратим время на то, чтобы настроить какую-то систему или сделать ее. Третий момент – это экспертиза. То есть люди, которые что-то уже сделали до нас, они потратили, ну, они уже научились это делать, у них просто, там, больше знаний, потому что они зарабатывают этим деньги. Вот. И еще один момент – функциональность. Мы, когда что-то покупаем, готовое решение, оно, как правило, уже содержит уже достаточно богатый функционал, который может, ну, покрыть наши какие-то будущие неизвестные нужды. И последний момент, что требования меняются. Если мы взяли какое-то решение, например, захотели и сделали его сами, а потом оказалось, что нам оно уже не нужно, да, мы, получается, выкнули деньги. В случае, когда мы арендуем что-то, мы просто взяли, поменяли, допустим, провайдера, как бы, и все. И платим другому теперь. Вот. Когда это не работает? Это не работает. Когда у нас, собственно, больший объем, так? То есть, когда мы покупаем сами больший объем серверов, мы сами можем все эти скидки получить. Вот. А если мы будем арендовать, скорее всего, мы переплатим. Если у нас есть достаточно времени, да, для того, чтобы что-то разработать, опять же, как бы, да, если у нас есть же эта экспертиза, ну, то есть, на самом деле, все то же самое, что на предыдущем слайде, только вот наоборот. Вот. Если нам какая-то специфическая функциональность нужна, если мы можем прогнозировать требования, собственно, вот. Какой пример? Например, вот мы в одноклассниках думали, брать ли нам готовое решение для нашего облака, или делать самим. Вот. И мы, собственно, посмотрели, что, как бы, получается, что у нас, с одной стороны, у нас есть, как бы, эти большие объемы данных, да, у нас есть достаточно времени. То есть, мы можем потратить, там, два человека года разработки, у нас есть экспертиза, и все решения, которые были на рынке, мы их рассмотрели, они, как бы, нам, ну, в чем-то не подходили, их где-то надо было дорабатывать. И требования, мы, как бы, их могли спрогнозировать, они, как бы, у нас меняться особо не будут. Поэтому мы решили сделать сами. Вот. Если какая-то маленькая компания, у которой два с половиной разработчика, то вряд ли им осмысленно будет тратить два с половиной года разработки, чтобы сделать какую-то вот систему для, там, дата-центра. На самом деле, в Клаутеру все примерно решают одни и те же задачи, да. Вот многие компании, вот Facebook, Amazon, Google, они когда строили свои системы высокодоступные, они всегда решали вот одно и то же все, да. Им нужно построить инфраструктуру, им нужно как-то хранить надежные данные, им нужно уметь балансировать нагрузку между серверами, им нужно, чтобы их сервисы были отказоустойчивыми, то есть, когда там железо падает, чтобы они продолжали работать, когда даже дата-центр целиком падает, чтобы все продолжало работать. Им нужно уметь масштабировать. Также там, content delivery network – это система, которая позволяет пользователю получать данные из того региона, где он находится, да, быстро. анализ данных, то есть, большого объема данных, мониторинг, логирование, то есть, в принципе, как бы одно и то же. Вот. Ну, с точки зрения экономики совместного пользования, получается, что есть компании, которые потратили ресурсы, чтобы вот все это решить для себя, и, казалось бы, логично, чтобы взять это просто использовать всем остальным. Ну, с точки зрения просто того, что это будет эффективнее. Да, ну, как вот это сделать? Вот. Если брать классическое IT, в классическом IT вы все управляете сами. Вот как на этой картинке вот показано, у нас есть разные уровни в приложении, да, у нас есть и нижний уровень – это инфраструктура, там, где у нас всякие железки, там, платформа, там, где у нас что-то, ну, что еще как бы не приложение, но какой-то вот софт, который обеспечивает работу в приложениях, хранение данных, и, собственно, приложение, где у нас там бизнес-логик. В классическом IT вот мы все вот это вот делаем сами. Вот. Следующий этап – это мы… А, собственно, прежде чем прийти к следующему этапу, пример классического IT-проекта. Ну, как выглядит классический IT-проект? Это у нас есть фронт-энд, который принимает запросы пользователей. Так, есть, собственно, бэк-энд и баз данных. Вот это все работает на одном сервере. Вот. Что происходит дальше? Дальше мы добавляем, допустим, нам нужна файловая система какая-то, где, допустим, лежит там статика какая-то, вот мы там отдаем фоточки, да, пользователю, они берутся вот… Самое простое там просто положить в виде файлов. Какие-то задачи, которые выполняются асинхрон, допустим, и пусть там будет еще кэш. Вот. Не так важно, на самом деле, набор этих компонентов, это просто вот подписывает такой среднестатистический проект. Вот. Что происходит дальше? Дальше в какой-то момент у нас этот сервер начинает не выдерживать. Что мы делаем в этот момент? Ну, как бы, логично, что мы ставим второй сервер. Вот. При этом, как бы, надо вот как-то распределить нагрузку. Ну, вот мы еще думаем, ну, тогда еще заодно мы сделаем там какую-то хотя бы отказоустойчивость. Вот. Ну, возьмем там, скопируем там вот фронтенд, бэкэнд и кэш вот на второй сервер, пускай там он тоже будет иметь, принимать запрос. ну, вопрос, куда там девать нам базу данных, как-то ее сложно, как-то вот сложно сделать высокодоступной, как бы вот непонятно, как ее делать, если там какой-то MySQL. Ну, давайте ее там положим как-то сюда, это сюда, это туда. Ну, вот так. Что происходит дальше? В какой-то момент опять не хватает ресурсов. Ну, окей, давайте добавим еще два сервера. Ну, и как-то вот в этот момент система даниэнспиратора приходит, начинает там чесать голову и думать, вот куда ему там запихать все это. Он видит, что тут, допустим, свободно там место на диске, положим сюда там файловую систему, где лежат у нас статические ресурсы, сюда положим базу данных. Ну, как-то вот так. Ну, в какой-то момент у нас система развивается и появляется у нас еще один какой-то сервис, который опять же содержит какие-то компоненты и вот сисадмин опять начинает думать, как-то все распихать там. Ну, давай там базу данных положим вот ко второй базе данных, там вроде бы еще есть место. Вот такой подход, он как бы вот работал, как бы он в принципе работает на самом деле, но какие в нем есть проблемы? Ну, первое, проблема – это собственно, ручное распределение задач. Что такое ручное распределение задач? Это задача многокритериальной оптимизации, да, то есть у нас есть параметры – это загрузка серверов по цпу, по жесткому диску, по сети. Вот мы смотрим, как загружены эти ресурсы на каждом сервере, смотрим, сколько ресурсов нужно этому процессу и пытаемся его подпихнуть куда-то, где вот, чтобы у нас там примерно все было ровно. Вот. Ну, выглядит примерно вот так вот, можно такой картинкой изобразить, как-то все происходит. Второй момент – задачи, которые работают на одном сервере, они могут друг на друга влиять. Если у нас какой-то затык, допустим, у нас две баз данных работают рядом, одна начинает там тупить, то вторая тоже тупит. Ну, и это очень сильно затрудняет, на самом деле, расследование, что вообще происходит. Сервера, опять же, чтобы добавить сервера, нам нужно их купить, настроить, это все занимает недели, месяцы. Вот, бухгалтерию какую-то надо привлекать, там, финансы планировать, в общем, это все как бы очень долгий процесс. Это означает, опять же, что нужно держать запас, то есть, чтобы вот вдруг у нас выгрузит нагрузка, чтобы мы сразу могли там, ну, либо подключить еще один сервер, либо просто у нас сервер должен уже обеспечивать там какой-то там двукратный или трехкратный рост нагрузки. Это значит, ну, как бы все это дополнительные деньги. И, как известно, сложность там любой связанной системы, такой вот, она растет, как N квадрат, да, если у нас есть N компонентов, они как-то между собой так вот связаны, это растет квадратично, и это со временем просто, ну, просто этим невозможно становится управлять. Вот, вопрос, что нам, как на самом деле нам хотелось бы, вот, во-первых, нам хочется, чтобы задачи распределялись автоматически, чтобы мы сказали, я хочу там запустить такой-то компонент, и он у меня куда-то там автоматически вот вставал, чтобы я не занимался этим поиском. Второе, чтобы две задачи, они были изолированы, то есть я говорю, там, эта задача, она может взять себе там два там CPU из там 12, которые там на сервере, и там столько-то памяти, столько-то места на диске, там, не знаю, ограничить там ввод-вывод как-то, чтобы там она сетевой интерфейс не сбивала, вот, и чтобы они, две такие задачи, они друг на друга не влияли. Хочется, чтобы процесс добавления сервера был быстрым, в идеале, вообще там в одной кнопке я взял там хочу сервер, все, у меня там через 10 минут есть как бы новый сервер, куда можно что-то поставить. Ну, хочется, чтобы можно было менять конфигурацию, там, память, размеры дисков, тоже, чтобы все это было как-то быстро. Вот, ну, управляемость, мониторинг, это вот то, что, когда система очень большая становится, чтобы вот этим всем вообще как-то можно было управлять. Вот, на самом деле, это вот все, как бы, это по сути определение облачных вычислений. Вот, то, что здесь перечислено. Так, значит, первый этап, собственно, что мы можем арендовать? Мы можем арендовать инфраструктуру, этот подход называется инфраструктура как сервис, да, то есть, мы покупаем где-то, то есть, не покупаем, точнее, арендуем инфраструктуру какого-то провайдера, где-то виртуально у нас живут сервера, мы на них заходим и как бы все там ставим, тот софт, который захотим. Вот. Следующее, что мы можем пойти дальше, можем давайте вот нам этот провайдер, он даст не только сервера, он нам даст еще какие-то вот сервисы, которые, вот, мы обычно ставим базу данных, пускай нам эту базу данных тоже предоставит вот этот некоторый провайдер, который предоставляет услуги, а мы будем просто заниматься написанием бизнес-логики. вот, ну и как бы это называется платформа как сервис, ну, наверное, слышали такой термин, и последний вариант это вот SaaS, это когда вот все как бы идет от провайдера, то есть мы ничего не делаем, ну, как бы для программирования он мало интересен, ну, SaaS, это вот, например, Dropbox, Gmail, Google Documents, те сервисы, которые живут в интернете, там хранят данные, и там же и работают. И вот вы не знаете, где это на самом деле. Что же такое Cloud Computing все-таки? Вот, если вот подытожить. Основные характеристики. Вот это вот определение, на самом деле, это, вот внизу ссылочка, это National Institute of Standards and Technology, такая вот американская организация, которая сидит там и придумывает такие вот стандарты. Первый момент это управляемость пользователями. Ну, это имеется в виду, что управляемость непосредственно пользователями без каких-то посредников, которые, там, все админов, которые сидят на месте, крутят гайки там и ставят сервера. второе. это, естественно, логично, что облачный сервис, он доступен по сети, как бы. Было бы странно, если надо было ехать в дата-центр, там. Третий момент это пулирование ресурсов. Именно тут имеется в виду именно то, что каждый ресурс, который вот стоит у провайдера, то есть физический ресурс, он может быть поделен на какие-то маленькие кусочки, и каждый кусочек предоставлен какому-то отдельному пользователю, и при этом эти пользователи, они друг друга, ну, в принципе, они друг по другу ничего не знают в идеале. Четвертый момент это возможность быстро, гибко менять конфигурацию. Ну, измеряемость это, опять же, это логинг, мониторинг, там сбор какой-то статистики, что можно было там какие-то через простые интерфейсы зайти и посмотреть, что вообще происходит с обок. Вот модель обслуживания, который выделяет этот НИСТ. Собственно, мы их уже перечислили. На самом деле там есть еще как бы разные варианты понапридумывали, ну, это вот основные. Вот, и последний, что может быть отличаться в облаках, это модель развертанная. Облака, они могут быть публичные, ну, то есть, любой может как бы купить там ресурсы и начать им пользоваться, да, при этом разные пользователи, они сидят на одних и тех же железках, вот, и как бы они там, ну, по идее, они разделяют один и тот же сервер, ну, из-за ограничений они не могут друг на друга повлиять, как это заметно, да, ну, при этом, ну, с точки зрения небезопасности, как бы, многие компании считают, что они не могут там себе позволить, чтобы там кто-то мог там сидеть на одной железке рядом с ними, для них это как бы, ну, такой пункт, как бы, запретный. Ну, частное облако, это облако, вот, то, которое, допустим, у нас в Одноклассниках, это, когда мы берем свой дата-центр, свои железки, и разворачиваем на них какую-то вот систему, которая позволяет делать все, что я там писал, как бы, но в рамках их железок только, да, их дата-центр. Вот, и пользователи этого облака это внутренние, там, сотрудники. Ну, можно это облако взять и поместить на какой-то хостинг. Точно так же можно арендовать где-то сервера и разместить там свое облако. это будут ваши сервера, но при этом вы не будете самих администрировать. Это такой вариант промежуточный. Есть такие еще варианты, как гибридное облако. Это вот, допустим, Oracle предоставляет такой сервис, вы можете иметь свое там частное облако, и вот в случае, если вдруг вам, допустим, не хватит ресурсов, вам нужно там вот взять, там, посчитать что-то там, какую-то бигдату обработать, вы арендуете на это время, подключаете кусок публичного облака, и это все работает как единое целое, потом вычисления заканчиваются и как бы опять все сворачивается. Так, ну, такой вариант, который позволяет какое-то, ну, промежуточное решение найти. С одной стороны, есть возможность, как бы, ну, неограниченные ресурсы использовать, с другой стороны, вы там, в основном, вы работаете, ну, на своем железе. как бы нам понять, как сделать, как сделать вообще такое вот публичное или не публичное там облако. для начала нам нужно понять, что такое вообще дата-центр. дата-центр – это, ну, во-первых, это некоторые помещения, конечно, большое довольно, ну, или относительно большое, куда можно запихать много железок. Вот эти железки, как правило, специализированы, туда никто не ставит такие десктопные сервера, там, да, как такие, типа, как раньше были. Вот там, ну, обычно это вот как-то они выглядят вот так. Вот здесь изображен, это blade-система, blade-система – это вот, она состоит из таких блейдов, это такая плата, на которой есть процессор и память. Вот, вы можете эти платы там как-то заменять, вот, и они все подключены к общей шине, и к этой же общей шине подключено питание, всякие сетевые интерфейсы, жесткие диски, вот, и такая штука, она, в принципе, довольно удобна в обслуживании получается, и она занимает довольно мало мест, вот, и, как бы, она, в принципе, по стоимости получается тоже оптимальна, чем покупать отдельные сервера, где вот каждый компонент будет идти отдельно. В дата-центре работают, как правило, более высококвалифицированные специалисты, чем может себе нанять там среднестатистическая какая-то вот компания, где, там, которой нужно, не знаю, сделать веб-сайт, например, свой там, разместить. экономическая эффективность, это значит, что просто сервера, они более дешевые в расчете на единицу как бы процессорной мощности. В дата-центре вы можете использовать ресурсы либо как приватные ресурсы, то есть вы арендуете целиком сервер, либо есть такое понятие, как мультитенант, это когда много людей пользуются одним и тем же железом. То есть это, по сути, совмещение ресурсов, да, это то, что, в принципе, в облаках как бы оно и есть. Собственно, ключевой момент в облачных вычислениях это совместное использование. Без совместного использования, в принципе, вот большинство штук очень полезных было бы невозможно. Допустим, есть два пользователя. Они хотят использовать вычислительные ресурсы. Им выделяется там один сервер. При этом у нас есть задача дать полный доступ к оборудованию и операционной системе, включая возможность там ставить свою операционную систему в рамках своей квоты ресурсов. То есть сколько CPU, сколько памяти, сколько диска, сколько сети, это все как бы прописано. И при этом обеспечить их изоляцию. Собственно, это по сути это и есть виртуализация на самом деле. Если вот более такое академическое определение, оно выглядит так. Это представление набора вычислительных ресурсов, абстрагирование аппаратной реализации, обеспечивающие изоляцию, вычислительные процессы, выполняемые на одном физическом ресурсе, это просто из Википедии. Что можно виртуализировать? во-первых, это, естественно, вычислительные мощности. Это CPU, диск, сети, память. Ну, собственно, сети, как бы, да. И там можно виртуализировать, например, диск, вот, можно его как бы разместить такой виртуальный, как бы он, виртуальный диск, он будет жить в сети, то есть, это будет даже не один диск, это много физических дисков, размещенных на разных физических серверах, но при этом в систему он будет подключаться как единый, как одно устройство, которое выглядит как диск. И это очень активно сейчас используется вот в клауд-компьютинге, в таких публичных провайдерах, там это просто стандартное решение, как бы вот там ну, локальный диск там тоже можно как бы арендовать, но он будет неперсистентным, то есть, он может, ну, данные, которые на нем лежат, они потеряются, как только вы эту виртуальную машину, там, как бы вашу выключите. Вот. Все ли было понятно? Не знаю, сейчас еще рано, наверное, перерыв делать. Да. Просто тут нужно будет собраться, тут будет сложная часть некоторая. вот, мы приходим к моменту, что нужно сделать виртуализацию, вот, один из способов сделать виртуализацию, это виртуальные машины. Кто-то слышал, что такое вообще виртуальная машина? Никто? Да, поднимите руки, да. Вот, а кто-то может назвать какие-то решения, вот, именно компания, которые... Oracle, есть там что-то у них. Oracle VM, да, по-моему, называется. Ну, на самом деле, решений много, есть в VMware, там, есть... что? Кему? Куйнёпу. Даже про такое не слышал. Ну, да, то есть решений много, на самом деле. Вопрос, как, как вот сделать такую виртуальную машину, да? Виртуальная машина устроена следующим образом, да? есть некоторая так называемая хост-система, в которой несколько виртуальных машин. Каждая из виртуальных машин, она имеет свою операционную систему, которая называется гостевая операционная система, и какой-то набор оборудования, который может отличаться от оборудования, которые находятся в основной операционной системе, то есть это может быть какое-то подмножество устройств, или это могут быть какие-то совсем другие, там виртуальные устройства может быть например там какой-то так что у нас процессор в основной системе там одноядерный там или двухядерный а там каждая из виртуалок она имеет там по два ядра то есть да ну это как бы такой over location получается и на самом деле они как-то будут делить вот эти вот ядра в основной системе это собственно основной принцип что у нас вот эти виртуальные ресурсы они ну как бы могут не соответствовать в один в один как бы железным ресурсом и за то чтобы как бы их сопоставить между собой отвечает специальная прослойка которая называется гипервизор вот чтобы понять как работает собственно гипервизор нам нужно углубиться немножко скажем в железо и собственно рассмотреть понятие как что такое как вообще работает спу вот в современных системах вот если кто-то помнит была такая операционная система дос когда-то может быть даже кто-то и пользоваться кто-то пользовался операционной системы дос вот есть такие еще люди вот операционная система дос она у него как бы нету этих привилегий мод ну крайне мере в ранних версиях и если какая-то программа делает неправильную операцию она могла просто там ну зависнуть или перезагрузиться и поэтому те кто там делали что-то операционной системе дос они привыкли там постоянно сохраняться например ну как программирует особенно на ассемблере вот и это это была проблема соответственно более современных операционных системах и же и железках процессорах поддерживаются такие понятия привилегированные режимы когда часть из процессорных инструкций она закрыта для обычных программ это так называемые привилегированные инструкции и вот и они могут только выполняться если процессор находится в так называемом кернл мод это такой флажочек у него есть он когда работает он знает какой у него сейчас вот режим ну соответственно если там несколько кор в процессоре то каждая кора она работает она знает в каком режиме она сейчас работает соответственно когда он работает выполняется код приложения проход приложения работает в юзер мод и для него все вот эти привилегированные инструкции ну они закрыты он может только во первых работать с памятью этого приложения то есть не может пойти в соседнее приложение что-то записать не может там в kernel память что-то записать и как бы то есть в принципе запрещены все операции которые как-то могут повлиять на соседние приложения потому что это требует координации со стороны операционной системы или железа и это означает что нам нужно идти как бы в этот кернул мод ну собственно а что же делать если нам все-таки нужно сделать какую-то перевергированную операцию из юзер мод вот нам нужно как бы попросить об этом какой-то код который лежит в кернел моде для этого есть специальная процедура которая называется систем call system call он передает управление в кернел мод и в этом кернел моде ну как бы должна лежать какая-то функция который там сделает то что нужно и вернет обратный результат вот эта функция она уже может из кернел мод делать любые инструкции там выполнять привилегированные работать с железом вот как это происходит вот у нас есть цепку вот у нас есть инструкция допустим сейчас он выполняет код и заприк из юзер-мода из приложения приложение когда хочет сделать вызов систем кола но систем кол обычно какие-то параметры имеет там хотя бы там айди по этой функции который хочет вызвать он кладет это стек и в регистры вызывает дальше специальную инструкцию там инструкция нам там есть разные наборы инструкции ну в общем какая-то инструкция которая говорит центральному процессору что нужно сделать как бы перейти в кернел мод то есть происходит system call при этом цепу он знает специальный адрес этот называется system call handler да он как бы этот адрес он один он устанавливается при загрузке операционной системы как бы и цепь он передает туда управление и переключается в этот кернел мод собственно по этому адресу тут лежит некоторый код который сначала он посмотрит собственно что за функцию вызывается да там используют эти параметры передаст управление этой функции эта функция отработает и вернет вернется обратно управление в приложении обратно у нас все пойдет в юзер мод так как это примерно работает на вот на примере вот функции рит которая читает из файла да не знаю кто-то слышал вообще такой функции стандартной функции сишной библиотеки на а кстати ну забыл сказать что на самом деле обычность приложения никто не пишет вручную систем колы обычно это делают специальные библиотеки до которые поставляются вместе с операционной системой допустим липси там это вот в линуксе и там нтдл называется windows вот и вы просто вызываете какую-то функцию библиотеки она внутри уже себя там делает все эти вызовы вот когда вы делаете такой рит в коде вот как бы по пунктам да что происходит сначала параметры все записываются в стоит да то есть это вот все параметры которые мы передаем дальше вызывается функция библиотеки которая вот записывает специальный регистр как бы номер этого сискола все-то в данном случае там будет рит какой-то да и делает переход в кернл мод соответственно кернл мод он распечатывает эти вот параметры да то есть понимает какой обработчиком вызывает его и возвращает управление сначала функция функция возвращает управление по программе вот но это это систем колта не единственный способ передачи управления в кернл мод нас бывает разные другие способы это который называется system traps там ловушки да system calls там явный вызов также есть исключение это когда идет выполнение программы и программа совершает какую-то инструкцию которая ну она не может продолжить выполнение например это деление на ноль или это обращение какой-то несуществующей области памяти например там page falls да у нас есть такое понятие как допустим и обратились в памяти эта память на самом деле она в свопе лежит на диске и и как бы нет физически вот и означает что ее надо подгрузить эту память и как бы в этот момент программа может продолжить выполнение да после того как память загружена отдается управление программе она как бы по сути ничего не замечает кроме того что на что-то время там может как это куда-то потерялся ну или какая-то плохая инструкция до плохая инструкция либо несуществующие инструкции либо инструкция которая просто запрещена вот в юзер моде тоже вызывает exception при exception их как бы система не падает как в досье конечно же она идет в exception handler который опять же он назначен был заранее и выполнять обработку этого исключения и решает что делать вернуть управление в приложение или грохнуть это приложение или там что-то еще сделать и последний способ это прерывание события с внешних устройств какие-то нас там прилетел пакет на сетевой интерфейс соответственно вот нам нужно сообщить об этом как-то в программу вот есть обработчики прерывания они эту принципе программа сама может находиться где-то где-то в любой точке вот момент да ну почти в любой то есть она как бы там есть определенные условия но принципе любой момент выполнения это вот выполнение прерывается передается вызывается обработчик здесь и что-то делает когда соответственно значит возникает вопрос вот что мы делаем когда у нас операционных системе 2 да то есть у нас есть виртуальная машина в которой есть гостевая операционная система как нам ее вот запустить тут есть как бы две проблемы первый проблем что операционная система она рассчитывает что ее кернул будет выполняться собственно в кернул моде то есть это значит что она может делать там привилегированные инструкции и там обращаться к железу соответственно но у нас как бы уже есть операционная система до которые уже как бы мы не у нас их не может быть две да у нас там эти все вот handler они там в одном экземпляре на процессоре живут мы не можем как бы так вот сделать чтобы они конфликтовали надо как-то перехватывать обращение вот из этой системы соответственно к железу когда пытается что-то сделать второй момент то что приложение она тоже пытается сделать систем колда в библиотеке там вздевается этот треп но треп он пойдет вот в хендлер который у нас вот здесь потому что мы здесь его уже установили вот вот ну как это решить на первый первый способ это просто эмуляция то мы берем вот все что там должно быть в кернел моде гостевой операционной системы и просто выполняем на какой-то такой типы виртуальной машины такой интерпретируем по сути ее код да и мы знаем что вот здесь она хотела сделать такой-то вызов и мы как бы его там обрабатываем и там делаем как какой-то свой вызов к железу и возвращаем ее управление приложение при этом но по сути работает без всякой эмуляция просто она делает system call его перехватывает тут хост о с и гипервизор у нас два в одном как бы на самом деле так обычно и есть да то есть это гостевая операционная хост о с это та система которая работает у нас на железе и если у нас какой-то есть гипервизор он это и и какая-то вот неотъемлемая часть всегда вот даже бывает гипервизор без операционной системы вот ну какие у нас тут минусы сначала конечно плюс это плюс это что у нас в принципе не нужно менять не приложение ним не нужно меняется код операционной системы мы берем любую персоной системы вое приложение ты все работает но медленно как-то надо ускорять на вот по мере того как и виртуализация начинала становиться все более популярный производителя железа ну в частности там процессор они поняли что это надо как бы делать поддержку в процессорах и это будет их там конкурентным преимуществом они смогут продать такой железо на который там виртуалки работает там полтора раза быстрее вот естественно они начали делать разную поддержку вот данном случае вот и intel и md они решили ну если у нас не хватает значит то есть у нас есть kernel мод но он один у нас операционной системы две давайте сделаем как бы два режима сделаем kernel мод и такой типа мега кернел мод который еще ниже снаходится да назовем его гиперевизор мод вот это мы скажем процессору что вот тебя теперь две такие операционные системы ты давай вот то что здесь это делает и вот сюда как бы сообщай а это вот часть уже будет решать там что делать дальше вот как бы казалось бы все зашибись да то есть все работает принципе опять не нужно менять ничего то есть операционная система та же самая но все равно недостаточно быстро потому что тут происходит два переключения как бы контекста да то есть один раз мы переключаемся в кернел мод и второй раз мы переключаемся вот сюда это на самом деле это второе переключение но гораздо более плохое там происходит там не знаю сохранение состоит от всего процессора там всех его внутренних каких-то регистров куда-то и потом обратно все это достается и это занимает вот там от ста до тысячи циклов вот ну цикл процессорами знаете наверно что такое все вас процессор 3 гигагерц у вас три миллиарда циклов значит секунду вот это это очень долго если у вас много ввода вывода то это просто может очень все медленно работать ну что можно сделать еще давайте перепишем просто операционную систему давайте напишем так что магнана могла работать внутри виртуальной машины при прям в юзер моды то есть это значит что она будет знать что она работает внутри и все обращения к железу в ней должны быть закрыты все привилегированные вызовы закрыты и они должны направляться в некоторый гипервизор api до про которые это гостевая система она знает вот это что здесь хорошо что здесь у нас всего один вызов систем кол это по скорости мало чем отличается просто отработали над на обычном железе без виртуализации до действия производительность получается ну оптимальная практически ну минус надо все переписать как бы да это большая работа плюс там ну операционные системы должны быть достаточно совместимы чтобы такой вызов вообще работала вот ну здесь кстати производительность выигрывается не только за счет отсутствия этого вызова второго систем трэпа за счет еще того что в принципе драйвер он работает на более высоком уровне и он может как-то более оптимально строить вызовы да то есть ну даже не знаю какой пример там привести то есть в общем идея в том что драйвер который заточен специально под выполнение внутри виртуальной машины он будет работать быстрее ну и можно объединить эти подходы можно использовать и пара виртуализация то есть виртуальные некоторые виртуальные драйвера который знает про наличие виртуальной машины и в остальных случаях использовать хардварную оптимизацию да даёт нам плюсом по сути обоих подходов и это то что используется вот по сути в современных процессорах и в современных виртуальных машинах мы получаем максимальная производительность если есть поддержка со стороны драйвера и хорошая производительность других случаях да вот ну на самом деле большинстве современных системы с виртуальными машинами там уже все эти драйвера недавно написано потому что ну все производители они знают что их там железка может использоваться в такой конфигурации но выгодно чтобы у них там были такие драйвера и просто это их конкурентное преимущество да если они этого делать не буду значит купит другую железку которая работает лучше следующий пункт виртуальных машинах это управление памятью это вот осталось еще немного на самом деле это самая сложная общая часть вот это доклада это вот сейчас memory management у вас уже был вроде доклад по памяти да насколько я помню вот ну может быть некоторые моменты будут повторяться во первых что надо знать про память современных операционных системах и и в том числе и процессорах что приложение но не не работает напрямую с адресами физической памяти она работает с адресами так называемым виртуальным адресным пространством это такое вот пространство который имеет какие-то адреса вот и она состоит из страниц но не обязательно должно быть непрерывным но эти страницы они как бы то есть их порядок он может не соответствовать порядку в реальной физической памяти соответственно есть отображение этих страниц на физическую память то есть это вот реально какая-то плашка памяти которая вставлена в сервер притом некоторые страницы могут лежать не физической памяти они могут вообще быть на диске то есть какой-то флажочек тоже есть у них что-то они сейчас не загружены и при обращении к этой области памяти их надо подгрузить оттуда некоторые адреса они не содержат например данных предложений при обращении туда как бы она получит какой-то там эксепшен или что-то ну или вылетит вообще в зависимости от того как там сконфигурено за трансляцию адресов виртуальных физически отвечает так называемый page table page table это такая таблица она лежит тоже в памяти и она хранит для каждой страницы виртуальной памяти адрес где она лежит физической память ну либо какой-то адрес на диске если она она лежит на диске соответственно когда приложение работает она читает какой-то адрес этот адрес сначала транслируется с помощью page table физический адрес если там страница выгружена на диск то происходит там вот то что описывали процедура систем трэп и дальше идет работа там с физической памятью уже как бы там пишут или читается данные понятно что такое вот такая система не может работать там без какой-то хардварной оптимизации да это все очень долго естественно процессор он как бы знает про это да сначала немножко забежал вперед зачем вообще нужна виртуальная память да когда опять же во времена доза виртуальной памяти не было любой процесс мог записать куда угодно ну или была виртуальная память я уже сейчас точно вспомнить не могу но смысл в том что адресное пространство оно был единым и процессы были неизолированы да виртуальная память позволяет изолировать эти процессы то есть данные одной программы они в виртуальной памяти другой программы их просто нет она не может их не прочитать не записать также это позволяет выгружать какие-то ненужные страницы на диск сделать своппинг например мы хотим не знаю эту память используют под кэш дисковый да мы взяли выгрузили на диск когда она была мы взяли прочитали можно использовать вообще больше памяти чем есть физически у нас там есть один гигабайт и можем запустить легко программу который возьмет там залоцирует там два гигабайта и она как-то будет работать там да будет свопить туда-сюда наверно может быть это будет не так уж и плохо если там она редко обращается там какой-то из областей memory map от files это такая техника которая позволяет отобразить какой-то файл на диске в область памяти и работать с ним как ну просто как с памятью да это используется например мы это активно используем на самом деле вот в одноклассниках для того чтобы делать всякие кэши которые должны сохраняться между рестартом приложения мы делали делаем такой memory map от файл скорость работы с такой памяти такая же как в принципе с обычной памятью то есть но при этом операционная система она все изменения она сбрасывает на диск и ну делает это асинхронно то есть это не замедляет никак работа программы когда программа процесс перезапустился он может опять открыть этот файл 5 вузам пить и там будут все те же данные вот еще один кстати вот момент я не упомянул такой вот примеру в джаве допустим java изучали давно на курсах есть на лп интер эксепшен например да соответственно на лп интер эксепшен что такое то если там программа обратилась к адресу там лежит на ул то там вылетает эксепшен соответственно ну по идее джава должна вставлять проверки в каждое место где у нас какой-то используется объект что там и в там обжиг на у насчет выкинуть эксепшен ну это как было бы очень неэффективно вот и джаве есть такая оптимизация она просто не делает этой проверки просто говорит ну ладно пофиг там пускай он обратится там а как только процесс обратился происходит то что называется систем тареп то есть некорректное обращение к памяти на самом деле там вызывается там ядро как бы системы говорит что вот такая-то программа она там вызвала как бы вот обратился к тому адресу память но на самом деле живем она как бы договорилась операционной системой что в таких случаях она и сообщала что там вот такой вызов был и она это все эту ситуацию обрабатывает как выброс на украинтер эксепшен то есть получается что не нужно никаких их их специальных да а просто мы ну за счет того что у нас эти обращения они виртуализированы мы можем какую-то дополнительную обработку на них навесить да соответственно за хардварную оптимизацию в процессе отвечает memory management unit вот он не это транслировать виртуальные адреса физически и он это делает с помощью так называемого translation look aside буфер это по сути кэш кэш который хранит там какие-то часто используемые адреса как это выглядит вот у нас есть какой-то вот виртуальный адрес который нам нужно прочитать или записать процессор у нас есть пейштейбл да где у нас лежат все как бы все мэппинга этот пейштейбл может быть очень большой даже самом деле он не то что большой он может быть многоуровневый там могут какие-то деревья пейштейбл ну если представить там каждая страница это четыре килобайта примерно да вот и тому память у нас может быть там 128 гигабайт можно поделиться одно на другое понять сколько там может быть записи вообще вот есть на самом деле большие страницы там которые придумали чтобы с этим бороться но не важно соответственно сначала процессор идет ну этот memory management юнит который часть процессора идет в этот translation look aside буфер и смотрят нет ли там этого виртуального адреса то есть ну как на самом деле там если бы мы искали в пейштейбле мы бы делали бинарный поиск потому что ну у нас адрес он лежит на какой-то странице да где страница начинается там ну в принципе мы знаем да мы конечно начал ее найдем в принципе да и можем пойти в этот тлб как бы посмотреть если там этот эта страница или нет если не нашли тогда мы идем в пейштейбл называется тлб мисс вот если ты тлб как бы вернул успешно адрес это в принципе почти ничего не стоит да это вот меньше одного цикла то есть если же тлб не нашел то и мы пошли в пейштейбл то это вот ну от 10 до 100 циклов как бы мы потеряли самом деле это означает что в принципе это то что вы вы должны если вы делаете какой-то такой алгоритм который эффективно и интенсивно использует память вы должны об этом тоже подумать как-то вот вот кроме того что у вас там есть всякие кэш-лайны и прочее вот есть еще такая штука тоже вот и даже если вы не влезли в кэш-лайн вы все равно можете влезть там страницу и как бы это будет вам эффективнее до чем если бы произошел бы мисс вот ну что же это все значит собственно да мисс рейд на самом деле не так высок ну для большинства приложений один процент а ну если приложение можно конечно писать приложение которое будет как-то рандомно ходить там по адресам по одному по одному байту читать это какой-то может быть обход графов вот такие вот приложение которые не очень эффективно будут работать так значит что же в случае виртуальной машины происходит опять мы наталкиваемся на проблему что у нас цепку как бы рассчитан на то что у нас есть один патч тейбл да случае виртуальной машины у нас есть эти гостевые операционные системы и получается что в них как бы программа которая в них работа они тоже там как-то выделяет память эта память она выделяется и из как бы то что называется физическая память ну она физическая для виртуальной машины но она виртуальная для основной машины да это физическая память она уже мэпится с помощью другого патч тейбла мэпится в машинную память получается такой двухуровневый двухуровневая трансляция да ну как бы как эту проблему еще пытались решать да ну давайте объединим две почты был в одну то есть вот как бы склеим и просто сомержем и сделаем почты был который будет мэпить виртуальную память гостевой нашей машине на железную память у нас вот в основной машине это называется shadow page такая такое понятие почему shadow потому что такое типа где-то там существует неизвестно где но как это происходит мы перехватываем изменения которые делать в этой page table мы просто обновляем то есть эту ссылочку красную это ссылочка эта запись по сути в этой shadow page обновляем это дело синхронно ну чтобы кто-то захочет сразу же прочитать чтобы он уже мог это использовать да проблема конечно что это работает не очень быстро ну как ускорить ну мы знаем как обычно ускоряет это производитель железа они это берут и поддерживают все вот сделали и intel и м2 они все сделали такой секунд level address translation собственно который делает ровно то что вот было описано да ясно не нужно никакой ручной синхронизации просто вот процессор знает что есть виртуальная машина там не усвойку это там почти был есть почти был основной в хосте как бы их там их межит прямо на лету принципе даже почти как бы работает быстро почти так же вот это обеспечивает прирост производительности достаточно существенный на некоторых приложениях в разы вот как бы да но это еще не все проблемы которые могут быть вот народ решила давать что будет если запихнуть одну виртуальная машина в другой виртуальная машина ну получается как то так вот да то есть у нас как бы вот это вот просто виртуальные 2 виртуальные машины в рамках одной физической а тут мы взяли в машину в ней этот гипервизор вот тут 1 виртуальная машина в которой свой гипервизор и там еще две машинки такие и вот еще одна машина такого гипервизор там еще какая-то машина получается такой вот слоеный пирог и это как бы проблема получается и для памяти и для да, вот этих вот систем-колов, да, что у нас получается много-много уровней, но зачем как бы вообще это делать? Не просто так. На самом деле это делается в некоторых случаях, например, у нас есть какая-то private инфраструктура в облаке, допустим, в нашем облаке, в нашем дата-центре, и эта инфраструктура построена на виртуальных машинах. Вот, мы там, не знаю, долго-долго ее разрабатывали. Вот, потом мы хотим, допустим, отказаться от наших железных машин, использовать какие-то облачные виртуальные машины, ну, то есть разместить это там. Но при этом мы не хотим ничего переписывать, мы хотим вот взять вот просто вот как есть и просто запихнуть, да. Это вот один сценарий. Второй сценарий — это на самом деле, что гипервизор — это уже не только часть виртуальной машины, это часть операционной системы современной. Например, вот Windows 10 может запускать Ubuntu. То есть команды Ubuntu прямо вот будут работать. Ubuntu — это Linux такой, кто не знает. Вот. И Ubuntu делает с помощью как раз запуска такой виртуальной машины, да, которая как бы подсоединена, все ресурсы подсоединены как бы напрямую к ней, да, но при этом она просто транслирует выполнение команд, да, там. То есть, ну, выполняет эти команды. И получается, если мы хотим Windows 10 запустить внутри виртуальной машины, и чтобы там работала Ubuntu, нам нужно вот такую вот схему, чтобы она работала, да. Ну, что тут можно сказать, как бы, да, с hardware поддержка тут уже сложная, как бы, там. Прямо вот напрямую, пока никто такое не поддерживает. Ну, там есть некоторые, там, возможности, но я их не буду сегодня рассказывать, потому что просто нет времени. И кто хочет, может зайти в блок компании Intel, и там они очень много пишут про то, как там, про аппаратную виртуализацию в процессорах Intel. Ну, все, вот эта сложная часть закончилась. Можно теперь немножко расслабить мозг. Какие плюсы виртуальных машин, собственно? Ну, во-первых, они защищенные, да, то есть у нас изолированная среда, каждый пользователь сидит в своей такой коробочке там и не может никак попортить жизнь соседу. Можно запускать любые операционные системы, не надо ничего менять, там, берешь любимую базу данных и просто ее запускаешь. Можно делать бэкапы, можно забэкапить виртуальную машину, допустим, и восстановить там, если вы там покарабтили данные, просто одной кнопкой взяли и всю конфигурацию со всеми данными вместе восстановили, да, или ее взяли, там, скопировали полностью машину на другой компьютер, например. Ну, вот, допустим, ну, сейчас облачные провайдеры, они умеют машины копировать на лету. То есть, например, у вас работает виртуальная машина, там нужно сделать какую-то сервисную работу вот с железом. Google, в Google Cloud, например, ну, и в других тоже клаудах, они что делают? Они начинают потихонечку переносить данные с этой машины, как бы в бэкграунде, да, на другую. То есть копируют там диски локальные, память. Вот, ну, как-то вот скопировали, ну, приложение продолжает работать. Потом они ставят приложение на паузу и копируют то, что поменялось. Ну, какое-то время там приложение, а не работает. И когда все скопировано, просто, ну, берут и продолжает работать новая машина. Ну, фактически происходит небольшая, как бы, пауза, но машина даже не перезапускается. Ну, есть, конечно, минусы всегда. Ничего бесплатного не бывает. Та работа замедляется, несмотря на то, что вот все эти технологии по хардварной оптимизации, все равно, если особенно есть вот вывод, то будет заметно. Ну, на некоторых приложениях, с другой стороны, незаметно, которые исключительно там в application mode, допустим, они сидят и что-то там считают. Вот, никуда не лазят. Ну, таких приложений, как бы, не очень много. Множество. В каждой виртуальной машине нужна операционная система. То есть ее нужно загрузить в память. Как бы она будет занимать место. Это как бы, ну, место могло быть предназначено для чего-то более полезного. Машина, опять же, ну, она запускается, она должна стартовать вот эту операционную систему. Это тоже время. Ну, соответственно, дальше. Какая есть альтернатива? Альтернатива на самом деле есть. Эта альтернатива называется контейнеры. Это немножко другой подход к виртуализации. В принципе, они предназначены больше для ситуации, когда не когда вам нужно изолировать двух пользователей на одной железке, а когда пользователь у вас там один. Вот. Но у него есть задача запускать сервисы в таком вот изолированном виде. То есть, ну, по сути, каждый сервис такой, как типы виртуальной машины. То есть, задать этому сервису его ограничения по железу и там изолировать его полностью от других, да, чтобы не было никакого влияния. Ну, в этом случае у нас нету таких жестких требований по безопасности, поскольку это у нас один пользователь. Он вряд ли будет сам себе вредить там как-то. И, в принципе, мы можем, ну, он сам с собой договорится, что у него будет какая-то одна версия там ядра системы вот стоять, да, которая будет общая между этими сервисами. Вот для сравнения, чем, как бы, виртуальная машина отличается от контейнеров, да, вот справа у нас контейнеры, слева виртуальная машина. Ну, видно, что у нас вот нету каждой машины, вернее, у каждого контейнера, у них нету своей операционной системы, они пользуются вот этой базовой операционной системой. И вместо гипервизора у них, ну, некоторый контейнер-энджин, да, который там им управляет. Ну, что вообще такое контейнер, да? Ну, для начала мы как бы, прежде чем перейти к контейнерам, посмотрим, какие есть стандартные средства Linux, которые нам позволяют, ну, как-то разделять вот ресурсы вообще на машине. Ну, во-первых, есть приоритеты CPU. Это команда, командные строки nice или вызов от библиотеки. Можно установить каждому процессу некоторый приоритет, и он будет выполняться в соответствии... Ну, как-то вот процесс, если они соревнуются за CPU, они как-то будут вот разделять это CPU в соответствии со своими приоритетами, которые там сдаются каким-то числом. Вот, например, здесь пример. Это мы пытаемся там заархивировать какой-то большой файл и говорим, что он там с низким приоритетом пускай работает у нас. То есть там самый высший приоритет – это ноль там у нас. Ну, он как будет в фоне что-то там архивировать. Есть понятие affinity – это команда строки task set или там вызов с кедаффинити. Можно задать процессу, на каких ядрах он может работать. То есть это мы вот целые ядра, допустим, здесь ядро 0, ядро 4, мы говорим, что вот этот процесс может работать здесь. Мы можем разным процессом просто назначить разные ядра. Они за CPU уже соревноваться не будут. Ну, это, конечно, не очень хорошее разделение, потому что, ну, если процесс ничего не делает, то это ядро не будет тогда никак использоваться. Будет простаивать ресурс. Ну, для ввода-вывода, там, чтение с дисков и сети, такие вот IO Priorities, вернее, это у нас собрал, это для ввода-вывода именно дисковой, да, для сети там отдельные штуки есть. Есть IO Priorities, это IO Nice, вот там разделяется у нас три как бы класса, и в рамках класса еще может быть приоритета, да, это, вот, здесь показаны примеры, как можно выставить это из командной строки. Вот, ну, это как бы хорошо, но этого явно недостаточно, чтобы нам вот обеспечить все необходимые требования. Поэтому в Linux есть, прям в ядре Linux есть поддержка контейнеризации, да, называется Linux Containers. Linux Containers состоит, на самом деле, из двух вещей. Это, во-первых, Linux Namespaces, это управление пространственными имен, и C Groups, это Control Groups, это управление именно распределением ресурсов, да. Linux Namespaces позволяет нам, как бы, процесс изолировать от другого и дать ему свой набор, это из файловой системы, дерево процессов, сетевых интерфейсов, там, свой набор пользователей, то есть он будет видеть, ну, думать, что он как будто на другой вообще машине работает. То есть, и, например, там, процесс с номером один, он может быть вот в этом Namespaces, но он соответствует совсем другому PID-у, там, вот в другом Namespaces. И то же самое вот всех остальных вещей. Linux Control Groups, это изначально разрабатывали в Google, это сейчас, ну, это вмерзено в основной репозиторий Linux в ядро, это иерархические группы процессов, да. Что они позволяют сделать? Вот вы можете сделать такое вот дерево из групп, то есть корневая группа, подгруппы, подгруппы, то есть какой-то вложенности. И каждый процесс вы назначаете в какую-то группу, в подгруппу, либо там какую-то сюда можете назначить, то есть как-то их распихиваете. После этого вы можете каждой группе задать какие-то ограничения. Можете ограничить ей память, при этом, что немаловажно, это ограничение включает не только память непосредственно приложения, которое оно заалацировало, но и память файлового кэша. То есть файловый кэш – это то, что система использует для того, чтобы хранить, ну, закэшировать данные, которые читаются с диска. То есть это вроде бы как бы не память приложения, да, это вроде бы как системе принадлежит, но, тем не менее, это очень важно для разделения, потому что, ну, если мы представим, что есть приложение, которое активно читает с диска, и оно рассчитывает, что у системы есть большой кэш, что это будет, ну, чтение будет достаточно быстро из-за этого, потом мы взяли, запустили какую-то задачу, которая этот кэш вытеснила весь, то первое приложение будет работать медленно, потому что, ну, его кэш куда-то там делся, вот ему надо заново загружать. Чтобы такого не происходило, все страницы, которые принадлежат файловому кэшу, они включаются в квоту того процесса, который первый запросил страницу. То есть, в принципе, кэш он разделяемый между процессами, ну, вот кто первый прочитал, тот он, как бы считай, его потратил. Ну, кто первый, тот и папа, да. Так вот можно сказать. В принципе, даже это на самом деле была вот проблема у нас, когда мы делали вот свое облако, проблема была с mapped файлами, когда мы делали мэппинг. Ну, по сути, мэппинг файла в память – это, ну, по сути, как бы создание такого кэша тоже. То есть, эта операция похожа чем-то на файловый кэш, и если два разных процесса в разных C-группах, они пытаются одну область памяти замапить к себе, то эта область памяти, она включается в первому процессу, как бы его использованной памяти. Просто у него кончается лимит. И вот была проблема то, как это вот обойти, то есть, как нам разделить вот эти понятия, да. То есть, можно создать какой-то там еще один внешний процесс, который сначала к себе замапит, то есть, он будет первым, а остальные будут вторыми, да. Вот такая проблема была. Второе, что можно сделать в C-группах, это можно приоритизировать CPU. Приоритизация CPU, она бывает двух видов. Вы можете сказать, во-первых, что вот этот процесс, он может использовать, допустим, две с половиной коры. Ну, что это значит? То есть, у вас четыре коры, вы говорите, он может использовать две с половиной, это, ну, значит, что там за секунду он может полностью потреблять, там, один поток, он потребляет одну кору, второй – второй коры, и третий, там, полсекунды работал на какой-то еще коре. Либо, может быть, как-то по-другому распределено. Но в итоге, в сумме, у него должно быть вот этот лимит. При этом вы не назначаете конкретные коры, да, вот, что это за коры будут, как в случае с афинити, да, вы просто говорите, сколько вот суммарно будет. И CPU-шерс – это такой, как бы, вес, который используется, когда не хватает CPU. Когда два процесса начинают бороться за CPU, ядро начинает смотреть, какие веса вообще стоят у них, да, там, если у одного там вес один, у другого вес два, значит, один ГВУН между ними распределяет процессорное время. Также аналогично все с вводом-выводом. Просто, ну, аналогично, как CPU-вуд разделяется, вот, можно разделять количество байт, которое пишется, там, и количество EOPS – это вот выводы операции, там, для чтения, для записи. И эти правила, они применяются от родительской группы к дочерней, то есть вы можете на родительскую поставить лимит, и он, как бы, будет суммарно, вот, все вот процессы, которые внутри этой, как бы, си-группы, он будет ограничивать. Вот, ну, вопрос, конечно, что происходит. Вот, понятно, что у нас есть ресурсы, которые, как бы, называются эластичные ресурсы, это CPU, да, то есть мы можем взять и зарезать CPU, но вот, допустим, память – это не эластичный ресурс, то есть вот если процесс потребляет память, он ее, как бы, потребляет. Нельзя там попросить, там, отдай память, да, вот, и, на самом деле, просто процесс убивается. Ну, есть такой, как бы, ко-ом-киллер, это специальный такой, ну, такой бэкграунд-сервис, он следит, что если кто-то там слишком много взял, он убивает. Ну, причем случайную жертву, там, как бы, там, кого-то убьет, то есть, поэтому лучше не превышать лимит. Соответственно, дальше, что нам нужно, чтобы запускать контейнеры? Это вот все были технологии, которые контейнеры используют, да, а чтобы нам запускать контейнеры, нам нужны какие-то engine, да. Ну, два самых известных – это Docker, Docker, наверное, самый известный, там, второй – это Rocket, это такой более новый, ну, там, некоторые считают, там, более продвинутым, наверное, так и есть. Container Engine, они оперируют, они оперируют не процессами, они оперируют контейнерами. Ну, что такое контейнер? Это вообще идея в том, что ваше приложение – это не только, там, бинарник какой-то или, там, джарник, это просто, это все, что нужно этому приложению в рантайме, на самом деле. Это библиотеки, которые используются, и, на самом деле, там, окружение, то есть это файловая система, какие-то скрипты, там, которые будут запускаться. То есть обычно в классическом, как бы, IT это все, ну, разделяется, да. Вот есть, там, программист, он сделал джарник и говорит админу, там, мне, там, нужно сервер, там, поставь, там, такую-то операционную систему, там, не знаю, какие-то драйвера, там, скриптик какой-то там сделай. И программист, он не знает, там, что на этом сервере. У нас в 1-классе как-то так и было, в принципе, вот, долгое время, вот, пока не было облаков. То есть были админы, которые имеют доступ рутовый на сервера и знают, какие там конфиги. А программист, он, у него доступа даже на чтение нет. То есть он может только догадываться. Если что-то надо, он пишет админу, слушай, а что там вот написано в этом файле, давай там, и там, давай там поправь что-то, ну, добавь туда. Это очень неудобно. Вот. И логично, что объединить вот это все вот такой вот в один образ, где будет все вот это вместе, и вот это все назвать контейнером. И также там описать, какие переменные окружения, допустим, нужно выставить, да, и там, какие порты это приложение открывает, куда там нужно подмонтировать какие-то волны. И база данных, она ожидает, что у нее там в папке слэш-дата лежит там файлы, которые там нужно, ну, которые должны быть персистентны. Ну, чтобы отличать файлы, которые там могут быть не персистентны, там файлы, допустим, приложения, от данных. Ну вот, допустим, в докере, как, что такое образ, если мы рассматриваем докер, контейнера описывается, это, вернее, образ контейнера описывается с помощью так называемых докер-файлов, да. Ну, вот пример такой довольно простой. Это просто текстовый файл. Мы пишем, что мы... Всегда есть какой-то исходный докер-файл. То есть мы берем за основу некоторый файл, который называется Ubuntu. Вот. Ну, надо понимать, что мы можем на самом деле выбрать тут разную операционную систему, как бы, да. То есть мы можем тут написать какой-нибудь там Alpin, Linux, там, CentOS. На самом деле это означает... То есть ядро системы мы не можем поменять. То есть ядро системы — это то, что на хосте нам дано. Но мы можем поменять вот все, что работает как бы в юзер-мод вот этой операционной системы, да. Это все, там, все библиотеки, там, все, что там, какие-то утилиты. И вот эти вот все дистрибутивы Linux, они, которые вот в докер доступны, они все отличаются именно вот этими дополнительными возможностями, которые работают в юзер-мод, какие-то пэкэдж-менеджеры, там, ну и прочее. Ну, монтейнер — справочная информация. Дальше идет команда run. Команда run, она здесь... Тут написана какая-то командная строка, которая, говорит, apt-get. apt-get, там, это package-менеджер, apt-get install, Apache, там, clean и там, rm. Ну, что это такое-то? Она говорит, что вот прямо вот в момент сборки имиджа запусти-ка этот имидж, выполни там такую команду, эта команда может что-то записать на диск, и вот результаты этого работы это будет, собственно, тот результат, который будет вот после выполнения этой команды. Вот. На самом деле, эта команда, она создает новый слой. То есть, ну, вообще, как бы в докере это все устроено по слоям. Там, вот мы... Файловая система, она как бы такая ослоеная. Когда мы вызываем в докер файлы какую-то команду типа run или что-то, что меняет образ контейнера, тоже мы делаем новый слой. Зачем это сделано? Это сделано, чтобы просто, ну, сэкономить. Вот. Вот этот вот тубунт, у нас все слои, они неизменяемые. То есть, мы не можем взять у бунта вот этот слой, как бы в него что-то записать. Мы можем поверх сделать новый слой, который скажет, что есть какие-то изменения. По сути, div. Ну, env – это просто описание environment variables. expose80 – это, значит, контейнер предоставляет 80-й порт наружу. kmd – это, ну, дефолтная команда для того, чтобы запустить процесс, который будет использоваться по умолчанию, если не задано что-то другое. Ну, собственно, про многослойную файловую систему я уже сказал, что вот образ – это у нас такие вот слои, то есть, где внизу обычно идет какой-то дистрибутив линукса, поверх у нас вот то, что мы туда засунем. Да, это… Ну, в случае Java, тут мог же быть JDK, например. Там потом мы кладем джарники, потом мы кладем там какие-то конфиги, например. Вот. Мы их можем положить как бы вместе в один образ, ну, вернее, в один слой засунуть. То есть, можем там каждый вот такой отдельный слой сделать. Когда контейнер работает, то есть, он запущен, да, у нас есть еще kernel и, собственно, как бы вот рантайм-часть. То есть, когда образ запускается, у него… Он может менять, на самом деле, вот эту файловую систему, но это никуда не попадет. То есть, эта файловая система, которая здесь создается, она в рантайме… Ну, ее можно изменять, но эти данные все пропадут, все изменения. Вот. Чтобы сохранить изменения, нам нужно подключать volume, который, ну, явно сказать, что вот тут лежат изменяемые данные. Вот. Эти имиджи надо где-то хранить. Вот. Они хранятся в специальном хранилище, которое называется image registry. Согрузка и скачивание там делается послойно. Это сделано для того, чтобы можно было кэшировать. То есть, если мы скачали, например, там какую-то Ubuntu, там какой-то версии, у нас мы закачали, допустим, 100, закачиваем 100 дистрибутивов, которые унаследованы от этого базового образа, мы этот базовый слой мы скачаем один раз. И мы скачаем только вот изменения, и таким образом мы сэкономим, во-первых, на диске, просто эффективнее будет хранить, ну, и, во-вторых, в рантайме, если мы запускаем на одной машине 10 разных контейнеров, которые используют одни и те же вот эти базовые образы, они опять же в памяти у нас лежат как один кусок. Ну, вот HubDocker.com это вот публичный имидж-режистри, он дефолтный, как бы в докер, если вы скачиваете стандартный дистрибутив, вы там можете сказать там Docker Run там Nginx и все, как бы, да, и эта команда, она полезет на HubDocker.com, скачает оттуда имидж с названием Nginx, запустит его и все, как бы, то есть, уже как бы в имидже будет уже вся необходимая информация, чтобы, ну, запустить этот, скачать и запустить этот процесс. Вот, можно делать свои имидж-режистри, ну, вот, например, у нас в Одноклассниках, да, мы поднимаем свой локальный реестр, потому что, ну, мы не хотим свои образы кому-то отдавать. Также вот интересно, что контейнеры, они позволяют оптимизировать, можно сказать, ну, или по-новому взглянуть на continuous delivery. Continuous delivery – это, ну, процесс сборки и там, выкладки, вообще, дистрибутивов их и хранениях, да. У нас вот есть там система контроля версии, у нас есть какая-то среда выполнения, вот мы хотим собрать и доставить на, собственно, на наш сервер, где будет выполняться приложение. как у нас происходит. Сначала мы, сервер сборки у нас, докерфайл, у нас лежит в репозитории, да, то есть мы выкачиваем докерфайл, собираем имидж, дальше делаем оплот на имидж-режиссер, при этом у нас как бы только какие-то дифы оплотятся, которых не было еще там. когда хотим запустить на хосте, происходит операция download, опять же, только те слои, которых не было на хосте, они у нас загрузятся и приложение запустится. То есть если мы, допустим, обновляем, делаем новую версию приложения, скорее всего, у нас только там какой-то последний слой поменялся, и вот тут как бы на самом деле очень мало данных будет передаваться. Понятно, что такую вот систему, допустим, с виртуальными машинами было очень неэффективно запускать, потому что вот виртуальная машина, там сотни мегабайт операционки какие-то, они каждый раз будут упаковываться в архивы, где-то храниться и копироваться. А тут получается, что это может даже быстрее, чем обычная система. Еще раз про преимущество контейнеров. Контейнер, по сути, это обычный процесс. Там нет никакой магии. позволяет делать так называемый контейнер пер-сервис модул. Это когда мы приложение, которое поделено на сервисы, каждый сервис оборачиваем в свой контейнер. В отличие от подхода, когда у нас есть виртуальные машины, которые какое-то множество этих самых процессов в себе держат, да, и в этом случае возникает проблема как раз балансировки нагрузки. Вот. У нас каждый контейнер отвечает за один сервис, соответственно, мы можем управлять, сколько памяти выделить этому сервису, сколько ему выделить CPU, там, сети и так далее. Вот. Можем захотеть там этот сервис, там, перенести отдельно, там, его погасить и перенести на другой хост, например. Второе, это производительность. Да, конечно, у них производительность выше. Там нет никаких вот этих, то, что есть в виртуальных машинах, этих вот непрямых там чтений из памяти, да, потому что это просто обычный процесс, да. Вот. Они, опять же, подходят для continuous delivery, и это очень удобно, то, что мы хорним конфигурацию приложения прямо в репозиториях, а не где-то в голове админа или в каких-то его скриптах. И можем это сами обновлять, то есть программист, он управляет как бы полностью всей программной средой, да, он не может, пожаловаться, что там админ что-то криво настроил, потому что он-то настроил сам. Еще один очень важный момент. При использовании контейнеров проще мигрировать инфраструктуры, которые построены на контейнерах. Например, мы можем, ну вот есть открытые решения, которые позволяют делать облако из контейнеров. Например, это кубернетас есть такой, это уже не контейнер энжин, такой контейнер оркерстрейшн энжин. Это вот он позволяет контейнеры распределять по многим машинам. На каждой машине там есть докер обычно или этот рокет, какой-то контейнер энжин, и ты говоришь, я хочу запустить какой-то там имидж, и он вперед и находит просто, где свободные есть ресурсы, туда-там запускает. Также умеет автоматически перезапускать. Если там машина, допустим, умерла, в каких-то ситуациях он смотрит, что машина умерла совсем, ну значит нужно взять сервис и запустить где-то еще. Также там дополнительные плюшки тоже идут, такие как load balancing и так далее. И если мы используем, допустим, кубернетас, мы можем взять кубернетас и развернуть в публичном облаке. Там публичное облако нам надоело, мы берем, поскольку у нас вся конфигурация в этом случае, она лежит в каких-то файлах в репозитории, нам не нужно как бы руками ее переносить. Мы развернули тот же кубернетас где-то еще и просто туда засобмитили ту же конфигурацию. Как бы там какие-то ручные обработки напильником нужны будут, но все равно это гораздо меньше работы, чем с виртуальными машинами, например. Виртуальные машины там еще в чем проблема, что контейнер он сам по себе, его файловая система она неизменяемая. То есть не может быть так, что какой-то там админ зашел по SSH, какую-то настройку сделал, которую только он знает, мы про нее забыли и там подняли такую вторую, а она там по-другому работает. Нет, у нас это все должно быть прописано где-то в файлах дескрипторов и никаких прямых изменений быть не может. Ну, какие есть недостатки? Конечно, есть всегда недостатки, к сожалению. Во-первых, у нас кернел общий, естественно, кернел это вот то, что может стать таким камнем преткновения, да, какие-то программы могут просто требовать другого кернела и все, не будут работать. безопасностью, с безопасностью опять же не так все хорошо, изоляция там неполная, потому что контейнеры не рассчитаны на использование несколькими пользователями в основном, как бы, да, пока что. И поэтому в случае паблик клауд, когда два пользователя каких-то произвольных приходят на один компьютер, мы не можем предоставить им такие вот контейнерные, так скажем, engine, да, то есть общий для них, то есть каждый из пользователей он может развернуть контейнер-рэнджер, но только для себя в облаке сейчас. Вот, и в некоторых случаях нужно потребоваться доработка ПО, в отличие от виртуальной машины, где любой ПО просто там работает, тут в некоторых случаях программное обеспечение оно должно знать, вот тут специально есть ссылочка, это вот как в Java добавили поддержку докера, называется, вот, но что имеется в виду, там в Java есть такая функция, которая возвращает количество процессоров, доступных для Java машины, вот, это количество процессоров, оно потом используется, например, для там, как дефолтное значение, там, потоков в трэдпуле, там, еще в каких-то случаях, но если вы запускаете контейнер, мы говорим, что вот у тебя один CPU, то Java, она про это ничего не знает, она по-прежнему делает какой-то там системный вызов, который говорит, что у тебя все-таки, там, не один CPU, а 24, вот, и Java радостно думает, у меня 24 CPU, начинает оптимизировать garbage collector под это, вот, и радостно утыкается в лимиты после этого, и просто мы замечаем, что приложение просто тормозит, потому что там 24 потока, там, не знаю, garbage collector пытаются что-то делать, ну, как-то можно решать, там, ну, можно разными хаками, вот, там, как-то, какой-то там Java-агент сделать, там, который какую-то ливу подсунет, который, там, завирает все вот эти вызовы, там, что-то вернет, там, какое-то число, ну, в Java, как бы, вы решили прям в JVM, давайте мы добавим поддержку, и JVM просто смотрит, ага, я в Docker работаю, ну, и как бы она знает, как получить при этом, сколько ей на самом деле доступно CPU при этом. Вот, так, переходим дальше, так, перерыв не пора. Давайте сейчас закончим слайд, собственно, подытожим про виртуализацию. Виртуализация, это, в самом деле, это самое основное, что есть, что позволяет делать облачные сервисы, без виртуализации ничего бы, те вот денифиды, которые дают облака, их бы просто не было. Случай, если ваше облако, это только ваше, вы можете использовать контейнеры, можете использовать виртуальные машины, плюсы и минусы, в принципе, были рассказаны. Если же вы используете публичное облако, то вам там будут доступны в основном виртуальные машины, в некоторых случаях там можно, конечно, взять и сервера как бы свои, либо вы можете развернуть свое облако в паблик-клауде для своих контейнеров, то есть, если у вас там 10 тысяч сервисов, может быть, вам это будет удобнее их так менеджить. И последнее, что контейнеры позволяют уменьшить так называемый вендор-локин, да, и в случае чего там мигрировать свою инфраструктуру на какой-то другого провайдера или там в свой дата-центр. Ну, чтобы немножко какой-то практической у вас осталось части в голове, то есть, не только теория, вот, хочу показать, как, собственно, как работает Docker немножко, да, вот у меня есть виртуалка, на ней установлен Docker, вот, команда Docker.ps, вот она выводит процессы, ну, вы, наверное, те, кто работали с Linux, вы знаете, что есть просто команда ps, да, она выводит процессы. Что там? Да, это сервис, это все в виртуальной машине, да. Есть вот Docker.ps, это он выводит список Docker контейнеров. Давайте попробуем что-то запустить. Допустим, я хочу запустить, у меня тут был Nginx, я говорю, Docker run минус D Nginx. О, что-то запустилось. Ну, что она значит, что она на самом деле значит эта команда, ну, я уже там рассказывал, что это значит, что взять Nginx image, там, скачать, но он уже был, поскольку скачан, интернета у меня нет, он взялся из локального кэша. Минус D, это значит, что запустить в режиме, как бы, демона, то есть в бэкграунде. Если запустить не в режиме демона, то тогда просто вывод приложения будет выводиться в консоль, как бы, да, то есть input-out, а output будет доступен. Соответственно, Docker PS показывает у меня теперь, что у меня есть один контейнер. Да. Что сделать? Извините. Так. Что-то тут не уследил. Так лучше, да? Еще выше, да? Ух, это ты меня сейчас. Еще бы вспомнить, как это делается. Давай посмотрим. Майк текст Биггерова. Ого. Так, нормально? Еще выше. Так, ну, собственно, вот команды, которые были выполнены, это Docker Run и Docker PS. Могу попробовать еще один ингинг запустить. Вот Тир 2 у меня. Как же так? У них там у каждого 80-й порт, у каждого 443-й порт, но они на самом деле просто в разных namespace-ах. И на самом деле эти порты, они наружу никуда не открыты. чтобы они были открыты наружу, мне нужно было запустить Docker со специальной командой, которая говорит «открой порт». Ну, например, давайте попробуем теперь остановить контейнер Docker Stop. Например, этот. Давайте остановим. Тир 1. Ну, можно и второй тоже грохнуть, чтобы он там не болтался. Так, чтобы открыть порт, если я правильно помню, там, как-то это делается вот так. Не помнишь? Сейчас проверим. PS маленькая. Вот, кто-то лучше знает уже. Или там пробел нужен, или нет. Сейчас мы поймем. Что-то сработало. Это значит, что хост на порт на хосте мы соединяем с портом внутри, как бы, namespace, вот этого, где у нас запущен на процесс. Они могут быть разные, да. Если у нас мы хотим второй Nginx точно так же поднять, мы 80 не можем использовать. На самом деле, можно, двоеточие было не писать, по-моему, просто 80. Ну, что мы можем сказать? Давайте проверим. Так. Что мы можем так? Ох ты, смотрите, что получилось. То есть, это curl, это команда, которая идет на localhost. Давайте так сделаем. лес, да. Вот она сходила на восьмятый порт, и там у нас Nginx неожиданно. Вот, ну. Что можно еще посмотреть? Давайте посмотрим дерево процессов. допустим, допустим, вот, что у нас тут интересного есть. Мы видим, что есть какой-то процесс Docker Demon. Это дерево процессов, да. Вот, в нем работает некоторый там Docker Proxy и Nginx. Вот, это, собственно, наш процесс Nginx, наш контейнер, который мы запустили. Docker Proxy, но это вероятно, как бы, то, что проксирует нам порт 80-й, да, в этот контейнер. Да, давайте посмотрим. Вот, процесс имеет PIT 7930. Вот, а давайте попробуем зайти в namespace теперь этого контейнера внутрь. Для этого мы выполним такую команду. Так, сейчас еще раз. Нам нужен контейнер ID. Такую вот магическую фразу произносим, да, и мы попадаем внутрь контейнера. То есть, ну, мы сказали, на самом деле, запусти вот контейнер с таким ID, команду bash, и минус это там, значит, чтобы терминал был доступен, чтобы можно было команды там выполнять. Вот, можем сделать тут, psxf. Что мы видим? Тут совсем другой список процессов, да, и вот наш Nginx, он имеет PID1. На самом деле, всегда, когда мы запускаем контейнер, у нас главный процесс имеет PID1, а все, что там запускается дополнительно, это какие-то другие PID, пиды, вот наш bash, например, и вот этот ps. Ну, что еще важно, да, вот этот PID1, он такой особенный, что если процесс с PID1 завершается, то контейнер целиком завершается, неважно, какие там были процессы, и наоборот, если там PID1 живой, пока он живет, докер не будет убивать этот процесс, ну, контейнер. Так, ну, вот как бы в принципе все, что хотел показать. Есть вопросы? Если мы сейчас что-то установим, то на самом деле, как я говорил, вот эта файловая система, она временная, которая сейчас в контейнере. Это все установится, но это будет жить, пока мы не перезапустим контейнер. Мы просто говорили, что покажем изменение и новый слой. Это происходит в момент сборки имиджа, то есть в момент сборки имиджа, когда мы говорим докер билд, ну, я бы мог здесь показать, в принципе, боюсь, что-то долго будет настраивать, и сейчас интернета, и нет, но докер билд, когда делается, он на самом деле поднимает контейнер, вот реально поднимает его, да, и начинает в нем выполнять команды. И когда выполняет команду, он смотрит, там, команда что-то изменила вообще на файловой системе или нет. Если что-то изменило, он делает тогда новый слой, и это относится именно к процессу сборки, когда мы говорим докер там run, запусти, он, эти слои, как бы они создаются, да, но это слой живет временно, он никуда не сохранится. Если мы хотим сохранить, то мы должны в докер файле прописать там, ну, специальные инструкции, сказать, что вот по этому пути у нас лежат персистентные данные какие-то, да, и потом мы, когда запускаем, мы там должны как-то замаунтить их, то есть какую-то папочку завести, куда они эти данные, ну, откуда они будут браться, сохраняться, да, то есть, например, у нас там может быть база данных, там у нее данные, мы версию базы данных обновили, там, то есть, по сути, другой берем докер имидж, а он запускается на старых данных, там их читает. Так, что еще? А, еще хотел про всю группу показать, вот, еще раз посмотрим, что у нас вот докер.пс, значит, у нас есть такой контейнер, как понять, вот, в какой он сегруппе, да, на самом деле в линуксе много чего можно узнать, там есть такая, такие замечательные файловые системы виртуальные, допустим, слэш-проц, нам нужно было бы понять пид этого процесса, вот, где он тут, вот он, 7930, да, 7930, cgroup, вот, он содержит вот такую интересную штуку, этот файл, на самом деле это cgroup, это то, какие cgroup у нас прописаны для этого процесса, вот они, тут на самом деле много записи, да, потому что каждая запись, она относится к какой-то подсистеме cgroup, cgroup, они делятся на подсистемы, там отвечают за cpu, за там bulk и вот а вот вы вот, ну и так далее, вот, ну, на самом деле для каждой подсистемы может быть своя иерархия, но это мало кто использует, на самом деле там cgroup 2.0, как бы они это по-моему выпилили, то есть в итоге, то есть, ну это, то есть иерархия в итоге одна, вот, что это, вот, что это за cgroup, да, на самом деле для cgroup тоже есть своя файловая система, так, это закрою, так, можно посмотреть, например, sysfs, cgroup, докер, нет, не докер, а, сначала должны выполнить, выбрать, допустим, cpu, смотрим, что здесь, здесь есть докер, и вот в этой папочке мы видим нашу cgroup, да, вот она, давайте сделаем tls, вот, что содержит эта вот, как бы, папочка, да, она содержит кучу каких-то непонятных записей, но вот если мы посмотрим, тут, допустим, есть cpu квота, cpu период, это вот то, про что я рассказывал, это параметры, которые, то есть в эти файлы можно записать число, то есть я могу там сделать, там, кат, типа, допустим, так, там, слэш, cpu, cfs, там, квота, это мне, он скажет, вот там сейчас минус один, ну, значит, квоты нет, могу там взять, вот там, записать туда что-то, квота, давай там, тысяч, вот там теперь тысяч, и так, в принципе, можно любой параметр поменять, некоторые параметры неизменяемы, некоторые параметры, допустим, cpu, stat, это, вот они возвращают какие-то статистику, ну, и так далее, то есть там есть статистика, есть настройки, да, и так вот по каждой подсистеме, там, по cpu, по балки, то есть, вот мы это используем для того, чтобы там мониторить статистику по контейнерам, вот, ну, в принципе, все, что я хотел сказать, так, вернемся к нашим облакам, так, папа, так, где мы были, так, здесь мы еще не были, итак, значит, публичные облака, топ-3 публичных облаков, это Amazon, Microsoft, Azure и Google Cloud, Amazon, он самый первый, исторически так получилось, что они раньше всех начали, вообще они начали там с того, что у них, ну, это вообще Amazon, там, вы знаете, торгует всякой фигней, там у них есть сайт такой, Amazon.com, вот, и они начали с того, что в начале двухтысячных решили, давайте мы сделаем платформу для создания, там, магазинов на базе нашей инфраструктуры, вот, и, то есть, какие-то разработчики сторонние делали свои магазины и подключались к сервисам, которые разработаны Amazon, разработали в Амазоне, ну, и, собственно, так вот у них появилась вот эта вот инфраструктура для того, чтобы запускать много каких-то параллельных сайтов, независимых, которые разработаны разными разработчиками. Ну, и они вот так, из этого родилась в итоге идея, давайте мы там не только для сайтов, там, по продаже чего-то сделаем такой сервис, а вообще для любого софта. И они это начали пилить, там, не знаю, в 2005, может, или раньше, то есть, эта идея у них появилась, в 2008 у них это появилось уже паблик, как бы, в релизной, так скажем, версии, да, но остальные, так скажем, не стояли на месте. Вот Google, Google как-то он начал с другого конца, на самом деле. Google, он вначале решил предоставлять не то, что называется инфраструктуру, не инфраструктуру, как сервис, а он начал как-то, начал с платформы, всякие вот пиктейблы, там, начал делать там BigQuery, там, Google App Engine появился примерно в то же время, что Amazon Web Services, то есть, App Engine это такое, типа, сервис, который позволяет создать приложение, то есть, ну, написать просто код, его засунуть в какой-то там фреймворк, и он его там запустит в клауде, при этом все там автоматически будет скейлиться, там, подключить какие-то сервисы, то есть, на самом деле, как бы, Google это сделал, можно сказать, самый первый в таком виде, но Amazon был первым как такой IaaS решение полноценное. Вот, Microsoft, как бы, всегда в стороне не остался тоже. Это, так называемые, ну, более-менее полноценные сервисные провайдеры, паблик, паблик-провайдеры облачных сервисов, которые предоставляют вот полный спектр, то есть, от IaaS, там, до платформ, всякие базы данных, полный стейк, у них там набор функций, он, в принципе, довольно там хорошо пересекается. Есть другие облака, они более так узконаправленные, да, они не пытаются вот завивать вот эту вот нишу, они как бы в своей нише там работают, вот, IBM, там, Oracle, ну, Alibaba, он пытается стать вторым Амазоном, как бы, он, собственно, изначально пытался стать вторым Амазоном, вот, сейчас пытается стать вторым Амазоном в области веб-сервисов, ну, где-то на своем там рынке своем, азиатском в основном. Вот такая есть картинка, это квартал 1 2017 года, это то, как ведущие провайдеры облаков, они вообще распределяют рынок между собой, да, вот по горизонтали у нас Market Share, видно, что Амазон тут вообще в отрыве у нас там больше 30% у него, остальных как-то поменьше, вот, там, Microsoft, не знаю, сколько у него, там, десяточек, Google, IBM, где-то там вот, тоже догоняет, но при этом рост у Google, например, почти 100%, довольно хорошо растет, Microsoft, ну, тоже неплохо растет, вот, ну, там, либо баг, где-то там, то есть остальные как бы вроде догоняющих, ну, и тут есть всякие, там, 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 Rackspace, Rackspace, это такие более, ну, нишевые, скажем, провайдеры. Ну, чтобы больше понимать, там, какой вообще бизнес у этих провайдеров, вот, можно привести примеры, какие большие, крупные, известные сервисы работают на этих, на этих провайдерах, да, у Амазона, наверное, самый крупный, это Netflix, Netflix, вы, наверное, слышали, может быть, нет, не знаю, в России он запрещен, не работает, работает уже, ну, ладно, слава богу, хоть что-то работает, так, это сервис, который позволяет смотреть видео, вот, соответственно, у них там большие, очень нагрузки на их систему, именно, там, доставки этого видео, вот, они полностью, почти, полностью в Амазоне, кроме Content Delivery Network, собственно, Content Delivery Network, это часть, которая видео доставляет до пользователя, то есть, от хранилища, где оно лежит, соответственно, по каким-то каналам, то есть, с кэшированием где-то в локальных регионах, вот, там, с балансировкой нагрузки, вот, эти все сложные задачи, они решают сами, вот, а все остальное, то есть, базу пользователей, какие-то там расчеты биллинговые, да, не знаю, там, может, там, обложки, там, фильмов, там, еще что-то, они хранят в Амазоне, вот, собственно, как бы это вот подчеркивает той принцип, как бы, что надо делать самому, а что можно за аутсорсить, да, то есть, круто, то есть, CDN, это, собственно, их ключевая экспертиза, да, их Netflix, это их, то, сколько они получают денег, это, то, ну, в основном зависит от того, как хорошо у них работает CDN-ах, вот, и, поэтому, они могут позволить себе нанять там, каких-то дико крутых специалистов, круче, чем, может быть, или там, переманить даже из Амазона, чтобы они им сделали этот CDN, и это для них получается выгоднее, вот, и они полностью будут контролировать его. На самом деле, Netflix технологически очень крутая компания, они очень много опенсорсных своих решений выкладывают в опенсорс, как бы, да, они очень много своих решений для облаков, они выкладывают в опенсорс, можно зайти в их репозиторий, там, найти там много всего, там, они на Java очень активно тоже пишут, там, короче, можете зайти там, поизучать, и статьи у них тоже дофига, то есть, именно про облачные решения, может быть, они когда-нибудь сделают свое облако, тоже там, не знаю, вот, ну, Airbnb еще тоже есть, как бы, да, так, не знаю, нагрузка там, конечно, не такая. Что касается Google Cloud, Google Cloud, ну, для понимания, Snapchat, такое, кто-нибудь слышал про Snapchat вообще, да, да, сервис, очень популярный, как бы, да, он написан на App Engine изначально, то есть, это вот технология, про которую я рассказывал, ну, может быть, это та причина, по которой он не может слезть с Google Cloud теперь, потому что, если вы написали что-то на App Engine, это очень сложно будет запустить где-то еще, и вот в этом году они подписали контракт на 2 миллиарда долларов на обслуживание вот их сервисов в Google Cloud, то есть, они каждый год должны тратить, гарантированно тратить там 400 миллионов на облачные решения от Google, то есть, надо понимать, если они там не выбирают эти мощности, они должны компенсировать Google убытки, вот, то есть, можно представить, то есть, как бы, как они должны заработать эти деньги, вот вообще непонятно, честно говоря, и почему это вообще столько стоит, тоже непонятно, ну, вот так вот, Spotify, Spotify, это, ну, тут тоже многие пользовались, я думаю, в России заблокированы, я просто живу в Латвии, мне сложно вспомнить, что сейчас заблокированы, что нет, Spotify, изначально он использовал Amazon, но только хранилище, то есть, он использовал там такой S3, это storage, такой распределенный, высокодоступный storage, где он хранил, собственно, треки, и оттуда их раздавал, да, то есть, скачивание происходило с Amazon, своя, ну, у них была своя инфраструктура для всего остального, потом они в 2016 взяли, мигрировали все в Google Cloud, ну, такой там был процесс, там можно почитать тоже, как они это делали, там все это постепенно, потому что, ну, вы не можете взять там какие-то петабайт данных и скачать на флешку, там, и загрузить в другое, там, облако, это, такой процесс, непростой, вот, и там, у них какое-то время работало и там, и там, и вот, они также используют там BigQuery, ну, другие сервисы, Google Cloud, ну, что еще отличает облачный провайдер, да, облачный провайдер, он нормально, он должен позволять разместить сервер в любом регионе, ну, в том регионе, где у вас пользователи, да, если у вас пользователи по всему миру, вы можете забронировать, там, сервера в каждом регионе, и там, настроить систему так, что пользователь будет попадать на ближайший к нему регион, это все, как бы, очень ускоряет работу с приложением, вот, ну, тут видно, кстати, вот Google Cloud, это красненькая, да, видно, сколько у него тут довольно мало кружочков, это конец 2016, вот, а это у нас конец 2017, и тут видно, что тут стало значительно больше как-то этих точек, это значит, что они вот реально просто построили почти в два раза больше, ну, еще столько же серверов добавили за год, ну, стопроцентный, как бы, прирост, это в том числе и по дата-центрам у них, что еще важно, да, важно, что есть регион, в регионе есть всегда несколько дата-центров, зачем это сделано, ну, что такое дата-центр, это отдельное, как бы, полностью независимое здание, с каким-то своим питанием, это сделано для высокой доступности, да, это, то есть вы там уже проходили, наверное, как сделать высокодоступную систему, там, что-то типа, ну, как вот, Кассандра, например, да, она делает три реплики, а там одна реплика умерла, две остальные обеспечивают кворм, да, вот, то есть число три это такое вот минимальное число, там, реплик, которые вообще, как бы, нужно, чтобы там, ну, сделать высокодоступную систему, вот, и поэтому вы можете разместить реплику в каждом дата-центре, один дата-центр там взорвался, у вас все работает, замечательно, ну, не очень замечательно, но, по крайней мере, вы не теряете деньги. Что касается оплаты, значит, биллинг, если вы арендуете железом, конечно, у вас немножко другая, как бы, модель оплаты, да, вы не покупаете, как бы, не платите деньги сразу же, да, за что вы платите, на самом деле, тарификация, вот, в облачных провайдерах, она там вещь очень сложная, там очень много разных правил, там все так запутано, что там, вы там обязательно что-то пропустите, вам там выставят счет, то есть, очень сложно, на самом деле, заранее спрогнозировать. Во-первых, это время, да, вы, вас билет, да, выставляет счет за время инстансов, которые работают, да, также вам оставляют счет за хранилище, которое вы используете, причем, ну, время умножить на объем данных, да, то есть, там, гигабайты, какой-то месяц там есть, да, если вы используете платформу за сервис, то есть, какие-то сервисы, которые запущены, там, S3 тот же, да, это storage, вы платите за, в том числе, за какое-то количество вызовов в каком-то там апе, которое есть, вот, или какой-то load balancer у вас есть, или вот там у вас DNS, допустим, какой-то подняли, вы тоже там за вызовы платите, также вам нужно считать, какой у вас сходящий трафик из дата-центра, обычно между дата-центрами трафик бесплатный, как правило, ну, единственное, что дата-центр в одном регионе бесплатный, а между дата-центрами в разных регионах уже может быть платный, уже, как бы, ну, в зависимости от ситуации он может там стоить так же, как и сходящий, ну, наружу, также может быть дешевле. То же самое касается платформы за сервис, тоже самое надо платить за трафик, если вы его отдаете наружу. Вот, как бы, что еще может быть? Да еще может быть всякие правила, когда вы можете сэкономить, ну, или вам кажется, что вы можете сэкономить, который вам предоставляет провайдер, он вам предоставляет, допустим, зарезервировать какую-то мощность, вы можете сказать, что я там хочу сервер зарезервировать там на год ну не сервер точнее виртуальную машину и тогда она будет стоить на 30 процентов дешевле да но если вы ее не использовали но это ваша проблема это в основном модель amazon такая скидки на объем это модель google он предоставляет скидку если вы пользовались допустим виртуальной машины в течение там долгого времени ну допустим целые сутки и пользуетесь и тогда он вам делает скидку чем чем больше вы пользуетесь это скидка она применяется автоматически то есть вам не нужно говорить что я заранее что я буду использовать в этом плане более удобно получается вот и как правило там по секундная тарификация там ну там вы сначала платите по 10 минут когда запускаете машину потом вас как только вы прекратили пользоваться она вы не перестаете за нее платить поэтому если вы допустим разворачиваете какой-то сервис который ночью не работает вам нужен только днем вы можете потушить машины и сэкономить там много денег вот так же активно очень они заманивают новые проекты и предоставляют всевозможные бонусы и скидки вот в амазоне это выглядит как фритайр это можете зарегистрироваться и вот у каждого сервиса до какого то есть до какой-то степени вы можете пользоваться бесплатно а потом начинаете платить вот но это относится много к чему там к трафику тоже там там первый там гигабайт там уже бесплатно там первое какое-то количество вызовов тоже бесплатно потом платить но это как вот первая доза бесплатно да как говорят вот google делает по-другому он вы там можете зарегистрироваться нам дает просто 300 долларов на счет и вы их можете в течение в течение года потратить можете сразу можете постепенно ну на самом деле если вы потратите можете завести другой аккаунт и перевер привязать его к тоже по тому же проекту это работает как бы пока что не знаю почему они это не прикрыли но еще один момент есть если вам не важна там высокая доступность да там вам нужно запустить там не знаю какую-то задачу такую который неважно за сколько выполнится там за день за два вот можете использовать ресурсы которые сейчас не используются в облаке вот всегда есть какие-то вот ночью там простаивать ресурсы да они идут по кому-то другому тарифу там есть две модели того google google просто он продает их с 80 процентной скидкой да но при этом он говорит что вот вам виртуальная машина она стоит на 80 процентов дешевле но любой момент она может там вырубиться как бы все как бы и там если там то есть договоренность что там счет работать не будет это ваша проблема но зато там дешевле и такая машина на гарантированно выключить выключится через сутки то есть нельзя рассчитывать что она будет больше суток она работать вообще не может а у amazon у него там более такая интересная система они там проводят аукцион то есть можно сказать что я готов там взять машину на час там по такой цене и как только она станет доступна она запустится вот так вот у них и ну тоже там получается можно получить там большую скидку даже чем 80 процентов да тут такая картинка просто чтобы еще понимали в объем как бы того что происходит дата центрах это вот специальный грузовик это самый быстрый канал передачи данных который существует на земле то что вот доставить 100 петабайт с одного американского побережья на другой на просто ни по какому интернет-каналу вы быстрее там чем за сколько там будет ехать грузовик вы не передадите вот это такая вот штука интересно у них есть они это предоставляют допустим какой-то какой-то компания хочет перенести в amazon свои ресурсы до компании 100 петабайт данных как он что делать вот загружайте там привозите к нам ну вот из такой интересная тоже штука это microsoft подводный дата-центр вот не знаю байка это или не байк но вот но как бы выглядит что серьезно они собрались делать под водой размещать дата-центры как бы ну как бы охлаждение там и там какие-то подводные турбины может стоят который там энергию добывает ну вот да вот такая штука тоже не знаю как бы на самом деле оправдана не оправдана получается там что-то сломалось то можно раз в год их поднимает там делать сервисное обслуживание опускает обратно дашь значит какие у нас у блоков публичных облаков есть преимущество да вот первое это безопасность там мы получаем автоматически все обновления там security там заплатки ставим ну то есть это ставится все автоматически нам не нужно там админа там чтобы он следил за этим мониторинг какой-то там активности тоже происходит автоматически если кто-то пытается взломать но мы можем пологом видеть шифрование вот во многих системах допустим персистент диск когда это сетевые диски которые хранят данные они автоматически все шифруют при хранении и шифрует момент передачи этих данных это все как бы делается автоматически как правило когда кто-то делает свое решение внутри своего облака очень редко будет таким заниматься потому что зато как бы вот это все в облаке уже есть авто есть автоматически он от аутентификация тоже там многоуровневые всякие права можно там всякие галочки вы наставите ну выдать разно разным пользователям разные права на разные ресурсы в том числе и сервисы самого облака да они тоже тоже авторизуется между собой тоже таким же ключом то есть тоже могут иметь какие-то права доступа да то есть может какой-то там сервис заниматься настройкой самого облака потому что то облака есть api этот api там позволяет конфигурирует само облако можно выдать права на этот api и какой-то скрипт будет ходить там не знаю и авто скейлись допустим ваш сервис там или что-то делать backup и какие-то так может открыть окошко значит ну в публичном облаке как мы уже говорили у нас в основном предоставляется виртуальная машина да то есть это место серверов да ну в основном они бывают вот как бы классифицируются на микро то есть один cpu или меньше виртуальный и они там еще такое понятие есть burstable да то есть у нас как бы ты можешь занять весь цепу но недолго там да ты можешь поработать и отпустить его есть такие общие средние там машинки они тоже отличаются там сколько-то спута может быть 12 там 4 до 32 там 64 там не помню сколько сейчас максимум и есть которые которых куда перекос там либо по памяти то есть его под спу вот обычно это предопределенные какие-то типа на чтобы не возиться с настройкой вот ну для примера вот амазона microsoft azure google вот это не все конечно вот инстанции с двумя цепью да то есть можно здесь посмотреть что вот есть допустим у вас entry entry large у него 8 гигабайт памяти и 32 это ssd диск локальный да ну примерно он соответствует такому инструменте 2 и 2 в азуре там 7 мегабайт памяти 100 гигабайт ssd и google от есть там и на 1 стандарт 2 там да вот но у него семь с половиной мегабайт мы там ssd у него там 375 google почему-то меньше них не ставят на свои виртуальные машины ну то есть соответствие один в один как бы нету да ну при этом у google а на самом деле можно там можно такой кастом на место сделать вот то есть можно там рычажками установить какой ты хочешь сделать себе там ну какого размера instance вот почему они ему предопределенно они сделаны предопределённых размеров они сделаны ну во первых что было как-то проще ориентироваться то есть там ты говоришь entry large там всем понятно кто знает в теме во вторых ну самом деле я подозревая конечно не знаю так или нет что проще будет упаковывать вы можете взять одну машину нарезать там какие-то вот entry large а вот вторую там на какие-то другие то есть ну вы будете знать что сюда влазит столько-то машин такого-то типа например ну что по ценам по ценам как бы все немножко сложно вот тут приведена цена с учетом скидки да то есть то есть вот то что я там описывал то что можно резерв от инстанции сделать в амазоне до базуры там тоже есть там какая-то программа какой-то enterprise там или что-то там то есть ты можешь договор подписываешься там тоже 30 процентов скидка дают счет должен платить по моему за это google вот google единственно кто делает это все ну не надо ничего подписывать заранее платить просто если ты пользуешься тебе будет скидка да ну тут вроде бы как google самый дорогой но если мы вспомним то него и диск как-то побольше было там в 10 раз больше чем у амазона и там в три раза чем азур но если допустим без но ssd мы возьмем дату вроде как google вроде как дешевле чем так ну существенно если сравнивать с эвсом совсем дешевле вот если мы есть на самом деле еще бенчмарки да то есть бенчмарки которые сравнивают вот эти вот машины вот которые как пытается понять кто там быстрее amazon вот недавно там я видел что пла ссылка ночью могу потомку скинуть и где там google типа 1 там какой-то критерий они сделали бенчмарк на самом деле бенчмаркой довольно сложно потому что ну вот как бы тут конечно написано что у вас там 20 по там там ты как бы ну что это за цепь у вот то есть цепь они разные там них разная частота разные там какие-то архитектуры бывают тоже разные там и вот что у вас за цепь у вам никто не гарантирует это как вот там вы резервируете машину да там сайте резервации машин вам говорят что у вас будет там седан вот ну не знаете там киа там или еще какой-то там будет 1.6 там или 1.4 там вот все там может отличаться точно так же и здесь реальная машина может отличаться причем может быть так что вот они построили новый дата-центр поставили туда более мощные машины вот и вы там 20 в этом дата-центре работает там быстрее там существенно чем в другом чем сколько там архитектура процессоров разная да у вас какие-то новые там инструкции на что-то в оптимизировали самом процессоре может быть для кого-то определенных задач производительность вырастать там существенно вот поэтому как бы тут сравнивать самом деле очень сложно вот это на самом деле один из тоже недостатков этих публичных облаков что вы как бы не знаете что у вас реально там за железо на самом деле так дальше перейдем собственно к хранению данных да это без хранения данных сервис не построишь значит как я сказал вот основное хранилище это в основном используются сетевые диски то это сетевые диски это вот аналог физических дисков но они расположены как бы в сети поскольку виртуальные машины они все время пропадают они там останавливается запускается переезжает сервер на сервер ну локальный диск как-то сложно переставлять сервера сервер то есть поэтому подключается как бы такой виртуальный сетевой диск фактически он его данные лежат на разных машинах они отреплицированы обычно то есть высокая доступность и там какой-то диск выйдет из строя данные никуда не пропадут вот если вы начинаете менять размеры там тоже там автоматически все это происходит как бы все там круто очень работает работает по сети вот и если вы помните там был доклад саши христофоров и про архитектуру там бы как раз обсуждалась эта тема что сеть она на самом деле быстрее чем локальный ну и жиди по крайней мере уж точно поэтому тут принципе ну потеря производительности вот если брать hdd и сетевой диск сетевой диск может быть быстрее гораздо ну можно сетевой диск строить на ssd тоже на либо на hdd либо на ssd там то есть на сезде конечно быстрее будет все можно выбрать когда вы настраивать сетевой диск ну естественно это все провайдеры они все это поддерживают это просто называется по-разному да там персистент диск или там elastic block block store либо это page blobs но смысл один это сетевой диск который можно подмонтировать к виртуальной машине и он будет выглядеть как просто сетевой диск ну то есть можно базу данных данные базы данных положить туда размеры у них могут быть там принципе довольно большими до 60 64 терабайт google cloud например ну понятно что такой диск найти там один такой диск довольно сложно то есть конечно это какой-то там great ну тип что-то типа рейда дату на распределенный ну если вам недостаточно производительность сетевого диска вы можете использовать локальный диск это вот локальный диск но это ssd потому что hdd как бы нет смысла в этом случае ssd они дают там существенный прирост там ну там до 10 раз в принципе там по иопсом и по там бэндвиц да но они теряются при остановке виртуальной машины как я сказал что они принципе их можно переносить как бы да то есть и при миграции виртуальной машины там как раз это происходит а вот процесс который описывал он как бы происходит но я честно говоря не помню сейчас google предоставляет такую опцию как ssd перенести в любом случае это долгая операция да если машина там погасла внезапно то скопировать там ssd там который на 2 терабайта ну это какое-то время ну что может работать в таком режиме но это могут работать какие-то базы данных которые устойчивы к потере диском сами по себе они реализуют там уже ну и баз данных или сервиса которым не страшно потери диска ну например кассандру часто так и запускают да кассандра это снова вылетает как бы к этой ноды ну ничего страшного поднимаем но вы как бы и туда данные заливаем ну не сказать что это хорошее решение конечно там есть всякие нюансы с ним ну и при условии что виртуальная машина не часто вот именно кружка падает совсем да то есть именно то есть мы ее в принципе выключать как бы не выключаем то есть и выключить может только сам саму облако при каких-то сервисных работах но как я сказал что обычно они в этом случае сиди сохраняет если мы сами не будем выключать эту виртуальную машину то принципе она будет работать и проблем принципе ну особо не будет ну только если сиди он сам сдохнет ну тогда все да и дальше есть еще специальные хранилища которые для того чтобы хранить большие объемы данных которые редко читается это так называемые резервные холодные хранилища вот туда очень хорить данные там дешевле во много раз да чем на дисках но при этом может быть очень дорого читать потому что фактически это могут быть какие-то кассеты как называется эти диски стримерные там устройства которые на ленты пишут на самом деле такие еще используются но читать может быть очень дорого и долго зависит от того куда эти данные попали то есть они не сразу попадают может быть на эти вот ленты они там какое-то время полежат там на hdd и там через месяц через два там их amazon решится что их надо туда перенести на эти ленты это вот все как бы больше такое и то что называется инфраструктура как сервис да дальше есть еще пас решения это когда нам дается уже сервис который хранит данные мы при этом как бы просто вызываем какой-то api да одно из самых популярных вариантов это хранилище блогов вот я уже приводил пример spotify он хранит музыкальные файлы хранил точнее вот на амазоне в с3 теперь переехал в gc там storage buckets примерно там одинаковые там по смыслу решения вы берете там какие-то большие блог их запихаете их в storage по ключу и по ключу может это можете достать вот там поддерживается всякая докачка там конечно там это все высокодоступно там данные не теряются то есть все конечно там с хранением хорошо но это будет уже дороже чем просто хранить вам данные допустим на дисках да ну потому что вы получаете еще дополнительный сервис например можно настроить эти блок хранилища просто их отдавать по http то есть вы можете ну по сути с вам надо сделать статический сайт вы можете залить его в этот в с3 и сказать вот лот балансер бери вот эти данные вот отсюда и все он балансер это такая штука которая принимает запросы наверное уже на одной из лекций изучали это что еще есть какие еще есть спас решения но в принципе такой классический вариант это avs gc предоставляет это ну это не совсем пас конечно это просто вы можете одной кнопкой там поднять mysql там instance но это будет какой-то интерфейс такой более там простой внутри то будет mysql а снаружи будет просто часть админки вашего клауда вот вы там можете настраивать разные параметры но приложение ваше будет ходить вот через драйвер mysql общаться с mysql вот и оплата если я не ошибаюсь там будет как и за instance обычно в принципе это мало чем отличается того что вы подняли instance вот ну не помню надо уточнить может там они берут за что-то еще оплату но мне кажется там не должно быть ничего больше за каждый select может быть но потому что как бы разница поднять самому и там сделать так но не такая большая чтобы за это кучу денег брать но есть еще один такой вот следующий этап это вот горизонтально масштабируемой базы это ну в принципе если мы представим кассандру например вот примерно над и если горизонтально масштабируемая база она не падает если вы в нее но если какой-то сервер упадет она работает причем без даунтайма у ее можно масштабировать просто добавляя сервера тоже без даунтайма это все будет как-то распределяться автоматически и amazon и google от есть свои такие решения проприетарные amazon это динамо диби у google cloud cloud спанер у азура тоже что то есть не помню что но они там какие-то свои фичи там предоставляют там можно почитать там cloud спаер допустим google обещает что они там транзакционные в отличие там кассандра можно там типа сделать begin транзакшен что-то сделать и закоммитить вот и это все будет также круто работать как кассандра но там что с перформансом там есть вопросы больше можно посмотреть как бы это ну всегда стоит конечно там читать более подробно вот про все эти решения насколько они вам подходят потому что как бы на словах все всегда хорошо в буклетиках этих вот cloud провайдеров но на самом деле есть нюансы да вот ну и как и сказал то проприетарное решение то есть вы там не можете скачать open-source этот вот но динамо диби по моему open-source да это же они все закрыты то есть вы не можете поднять все локально протестировать если тут ну самый большой минус этого ну так же можно упинуть всякие бигдата хранилища это когда для анализов машин лернинга всяких там когда вам нужно почитать там отчеты которые считаются там сутки тоже есть отдельные решения которые более под это заточены там и amazon и google cloud они тоже по модели по ас идут тоже можно там почитать у гугла там даже два разных целей ну вот если вы помните как какой у нас там был сервис в начале презентации вот то как он мог бы выглядеть в облаке ну допустим это место файл системы взяли s3 storage дает мы берем оттуда данные подключили диск да там персистент диск сетевой для базы данных и для кэша допустим взяли local ssd там ну кэши часто там пользуются локальным диском чтобы выгружать туда какие-то данные которые не влезают в память ну сколько это кэш это может быть локальный диск он пропадет но ничего страшно следующее что предоставляет облака lot balancing вот это это как бы непонятно это и ас или это пас как бы это что-то такое среднее вы уже изучали что такое lot balancer надо на одной из лекций поэтому я там особо не буду там подробно но как бы все равно расскажу да вот чтобы что и что предоставляет именно облачный сервис то ну вот балансер как мы знаем это вот такая штука которая берет входящий трафик берет набор инстансов которые объединяются в сервис на и каким-то образом вот так вот распределяет вызовы по этим инстансом да то есть таким образом на входе пользователь видит этот вот балансер как какой-то сервис они не знают там сколько там инстансов вот это все как бы разруливает lot balancing точнее он балансинг он бывает внешне когда у нас пользователи приходят снаружи с интернета но также бывает и внутренне это когда на сервис какой-то мы его как-то масштабируем lot balancer у нас от других сервисов принимает запросы вот при этом он может быть отдельный lot balancer может быть как бы ну по-разному уже блокировать можно как отдельный проксик ставить можно ставить как библиотеку допустим подключать в клиентскую до который будет знать на какой инстанс послать там есть разные решения у google а там есть там решение которое работает на этих софтверных сетях то есть они умеют про запрограммировать всю сетевую инфраструктуру так чтобы вот пакетик который отправляется он ротился на нужный инстанс то есть там какой-то один ip адрес на самом деле вот прописано вот эта вся сетевая инфраструктура она как-то понимает куда его надо направить вот яндекс не отстает да есть балансировка на dns и подробнее там расскажу потом есть то что называется layer 3 layer 4 там это балансировка протоколов tcp и dp ну как мы знаем tcp это настройка на tcp поэтому можно htp тоже так балансировать если режима ssl-прокси да это когда нас защищенный трафик приходит на лонбэнсер лонбэнсер его расшифровывает и передает уже в незашифрованном виде то есть он лонбэнсер он так называется ssl терминейшн он берется на себя на себя всю нагрузку по ssl хэндшейку и по расшифровке данных эта нагрузка может быть довольно существенной на самом деле есть так называемый application балансировщик это layer 7 балансировщики это балансировщики которые умеют читать собственно контент запросов и анализировать его и решать что делать принимать решение на основании содержимого уже непосредственно запросов ну там была речь про лэйеры вот вы наверно когда был доклад про сети увидели такую картинку наверное или не видели не помню видели да это вот по сути кто как устроен логическое устройство сети там да вот на верхнем уровне у нас там application player и вот у нас физически и так далее соответственно почему лэйр 3 лэйр 4 ну потому что балансировщик он на вот этом уровне он он работает на этом уровне да то есть он знает про транспорт уровня про этот ничего не знает с slproxy работает там там 5 или 6 там непонятно для application это он уже значит уже знает вот что у нас по протоколу передается там штепи лишь и tps умеет расшифровать проанализировать что-то как бы решить какие есть еще возможности значит балансировщики умеет балансировать у всех клауд провайдеров есть балансировка по регионам балансировка по регионам это ну когда вы запрос пользователя направляете туда куда ему ближе физически как то да дальше есть ssl termination то что я поминал стики сэшнс масштабирование балансировка по контенту вот сейчас все будет про это более подробно просто давайте к следующему слайду быстрее перейдем значит тут балансировка через dns балансировка через днс нас есть два региона да вот америка европа нас есть свой набор железок серверов там одинаковых там просто ну дубликаты стоят и когда мы балансируем через dns у нас у каждой железки есть свой айпишник то есть тут есть какая-то входящая железка который принимает трафик и здесь есть и соответственно тут айпи там такой здесь такой и клиент сначала идет dns какое-то там имя там ты ему передаешь там не знаю окару допустим да вот дай мне адрес окару днс говорит адрес окару дальше он руководствуется там каким-то правилами выбирает вот либо этот либо это либо оба может отдать тогда клиент сам решает и потом запрос идет уже напрямую к нужному айпи да ну как какие варианты варианты тут есть файловер то есть dns отдает там один регион если этот регион ну сдох он как-то пытается пинговать этот сервер если он видит что он не работает он тогда направляет на 2 то есть такой раунд робин он по кругу как бы эти а пишки гоняет пытается равномерно размазать нагрузку ну или с каким-то весом да поэтому называется в этот раунд робин если такой вот как-то по регионам на основе летности или раз или георасстояние да это гугл это не умеет но он умеет кое-что другое потом посмотрим что латенси это как бы по сути скорость то есть получается как это работает на самом деле как работает это dns сервер он на самом деле находится в каждом регионе да то есть он есть есть его копия как в каждом регионе и запрос по dns он с помощью там специальных технологий он придет в тот регион который ближе да и этот dns в этом регионе он знает какой к нему ближе сервер и он туда именно отправят причем он может либо по латенси это замерить то есть пингануть и посмотреть время либо как-то физически там вот есть разные базы там из айпи в координаты и как-то по координатам понять вот по расстоянию близко или далеко то есть как бы подразумевает что если близко по расстоянию значит наверное как-то быстрее можно и достучаться вот какие здесь плюсы в принципе плюс основной то что это довольно просто сделать по сути только обменяем dns пишем логика в днс ничего менять не нужно и можем балансировать не только сервисы которые внутри там облака amazon а там и вообще любые какие-то сервисы с любыми айпишками просто знаем их айпи как бы можем прописать в этот dns минусы тут в том что мы во первых должны сделать вызов к днс у прежде чем понять что нам куда нам идти и во вторых это в принципе информация устаревает нас могло что-то поменяться там какой-то регион может мог уйти там отвалиться мы про это узнаем с какой-то задержкой задержка там узнать тем что dns ответа них живут какое-то время там есть ттл так называемый ттл задает сколько он должен жить и не всегда этот ттл на самом деле там соблюдается там какие-то и девайсы там его кэшируют там дольше вот поэтому это все происходит происходить большой задержки есть такой еще следующий подход это вот google применяет брестировка через anycast anycast это когда мы берем один айпи и принципе нас каждый сервер в каждом регионе нас имеет один тот же айпи он его анонсирует в сеть как же это так как же тогда происходит собственно маршрутизация происходит на самом деле средствами самой сети то есть если подумать как в принципе там в сети там всегда точка а к точке б может быть несколько маршрутов да и как бы сеть там уже умеет автоматически выбирать кратчайший разные есть технологии здесь по сути получается что сеть видит что есть два маршрута она не знает что это разные сервера просто видишь 2 2 маршрута до узла там с таким-то ip адресом и она выбирает вот то который кратчайший это просто некоторый такой хак на самом деле но у нас единая пидас мы не можем не пользоваться днсом и когда сеть там что-то отваливается у нас все там автоматически переконфигурируются да ну обычно да но здесь вот в чем сложность что сложнее управлять да потому что решение куда-то направить запрос принимает какие-то промежуточные железки и мы не можем там какой-то в этот round robin сделать то есть на что-то может перекосить вот по каким-то причинам ну еще один тип балансировки то балансировка по контенту это level 7 балансировка когда мы понимаем то что приходит в пакетах да то есть можем распарсить ну и это должно быть htp либо https обычно и это нужно для того чтобы объединить несколько сервисов под одним портом то есть под одним как бы веб-сервером допустим у нас есть там какой-то сервера статики допустим видео сервис и вот у нас есть там какой-то там бэкэнд на хп да мы задаем карту по какому url какому сервису надо ходить это правило которое мы задаем просто там на стройках этого load balancer load balancer просто по урлу он понимает что это нужно сюда это сюда это сюда вот так вот распихивать опять же это есть вот у всех провайдеров облаков там amazon of google of и мазуров ну опять же тут можно строить сsl-терминацию то есть принимать почти https давать по http ну и кто-нибудь знает такой есть htp2 еще протокол более мегабыстрый. Кто знает HTTP 2? Вот, отлично. HTTP 2, ну, лот-белансер, он еще бесплатно дает поддержку HTTP 2. То есть он может принимать HTTP 2 и отдавать уже внутрь сети HTTP 1.1. Что еще умеет лот-белансер? Если возвращаться к тому, как мы работаем с сервисом, то есть с набором инстинсов, которые у нас за лот-белансером. Во-первых, это балансировка нагрузки. То есть какому инстинсу отправить запрос конкретно? Во-первых, можно посмотреть на загрузку CPU, можно посмотреть, сколько у нас запросов висит сейчас там, ну, как-то in-flight, то, что называется. И, ну, это вот те настройки, которые обычно вам дают выставить load-белансер стандартный. Вот это вроде есть там у Гугла и у Амазона. Дальше вам нужно еще знать вообще, какие инстинсы живые. Для этого есть health checks. То есть load-белансер, он периодически ходит на каждый инстинс с какой-то периодичностью и дергает его за какой-то порт. Или он там TCP пытается порт открыть, либо он HTTP запрос делает и там пытается проанализировать ответ. При этом там можно настроить интервал, как это часто делать, там, сколько раз надо попробовать, там, и там отвалиться, прежде чем это надо выкидывать сервис. Вот. Ну, это нужно делать для того, чтобы, если сервис инстинс вылетает, чтобы пользователи переставали на него ходить и продолжали обслуживаться на других инстинсах. В случае, если у нас резко растет нагрузка, есть возможность настроить автоматическое масштабирование. Вот. Это уже, ну, это не совсем работа load-белансера на самом деле. Это скорее у самого концепции load-белансинг, она подразумевает, что вы можете еще и автоскелиться. Там есть какие-то даже там настройки, вот, по каким критериям вы должны сколько инстинсов добавлять. Это все там в Amazon можно настроить, можно писать вручную какие-то скрипты, которые будут мониторить загрузку, там, если у вас там загрузка CPU средняя больше, чем пороговая, то автоматически добавлять инстинсы, выводить их в ротацию. Ну, кроме балансировки инстинсов, на самом деле вот эта штука, которая здесь, она будет тоже какая-то железка или там сервис, он тоже должен уметь балансироваться, да, только мы этого не видим. Ну, на самом деле он балансируется тоже. И вот в случае с Amazon, например, вот много было отзывов, что если у вас резко вырастает нагрузка, и на балансировщик прилетает там дофига запросов, то он какое-то время не работает. Почему? Он там автоскейлится, вот, не успевает. А у Google, например, все в порядке, они как бы вот умеют эту проблему решать. Ну, как именно они решают, не знаю, честно говоря. Так, еще один момент, это мы можем какой-то инстинс захотеть выключить или там ну просто уменьшить количество инстинсов или там погасить по каким-то причинам. В этом случае мы не хотим, что пользователи, которые там в этот момент с ним работают, они там потеряли, как бы обслуживание прекратилось. То есть мы хотим, чтобы это постепенно как-то происходило, да. Ну, например, у нас в Одноклассниках так и есть. Мы когда какие-то веб-сервера хотим остановить, мы сначала пользователей плавно вывозим. Это называется connections draining. То есть мы новые коннекшены не принимаем, а старые, вот они как бы живут какое-то время и там если закрывается, то закрывается. Ну и load balancer, вот как я говорил, еще можно его подключить не к хостам, не к виртуальным машинам, а подключить к сервису объектного хранилища. То есть вы там ну по сути сделали такой сайт, не программируя ни строчки кода, то есть чисто на поася, да. load balancer плюс объектное хранилище. Ну там только статика, конечно, будет, но все равно будет работать. Sticky sessions, ну тоже такой, в принципе, иногда используется, это возможность сделать так, чтобы вот каждый запрос одного пользователя, он приходил все время на один институт. Ну для чего это нужно? Ну это часто позволяет увеличить производительность, например, да, потому что у вас, допустим, есть какие-то кэши, да, допустим, в одноклассниках, допустим, на вебе какой-то кэш, который хранит, там, не знаю, ленту пользователя, да, допустим, вот, если мы ее один раз загрузили, второй запрос от пользователя пришел, мы уже взяли из кэша. Если пользователь будет постоянно ходить на разные инстансы, ну тогда там кэширование будет неэффективным. Ну, как это реализуется? Есть понятие сессия, и load-balancer он знает, какая сессия должна ходить на какую инстанс. В принципе, там может инстанс умереть, и тогда сессия перепрыгнет на другой, в некоторых случаях такое возможно, но в основном она будет ходить на тот инстанс, на который она первая пришла. Ну, как это делается? Вот если у нас L4 или L3, то есть TCP мы просто балансируем, то мы не можем залезть как бы внутрь и узнать, что за пользователь, там какой-то ID-шки юзера. У нас все, что есть, это исходный IP, у нас есть исходный порт, у нас есть протокол. Ну, возьмем вот этого хэш, как бы, там поделим на количество инстансов, ну в общем, на основании этого какую-то функцию возьмем, которая нам скажет, какой инстанс. Ну, в чем тут у нас проблемы могут быть? Что тут, в принципе, не факт, что это будет равномерная загрузка, да, у нас во-первых, потому что, ну, за данным там IP, там может сидеть много пользователей. В принципе, даже если пара IP-порт, наверное, тоже может быть их много. И IP-шки могут меняться, то есть пользователь, он переключается из сети в сеть, там с мобильной, там на Wi-Fi, у него IP-шка поменялась, он попал на другую инстансу. Тоже как-то не очень хорошо. Если у нас L7, то есть application уровень, там у нас больше возможностей, мы можем, например, выставить куку, которая будет содержать имя, там, instance, instance, какой-то хэш. Вот. Ну, в принципе, как бы хорошо то, что там пользователь теперь привязан к конкретному instance. Плохо то, что эта кука, теперь она как-то уплывает наружу, там, ее можно там стереть или что-то там. что еще сделать. Еще одна возможность вот load balancer, это представим, что у вас, допустим, вот Spotify, да, у вас лежат какие-то файлы на S3, там, или где-то там на распределенном сторидже, и вам эти файлы надо доставлять пользователям, эти пользователи, они как бы находятся, в принципе, где угодно по миру. Вот. Плюс, может быть, какая-то там популярная песня, например, которая там одновременно хотят скачать тысяча человек, да, вот если тысяча человек у вас там придут на один сервер, он как бы упадет. Даже если этих серверов их трое, там, для репликации, все равно их всего три, там, а пользователей их может быть больше. контент Delivery Network, он решает задачу, во-первых, доставить контент в тот регион, где находится пользователь, то есть, как можно ближе к нему и там закэшировать. Ну, во-вторых, просто само кэширование, оно позволяет снизить нагрузку на сервис. То есть, мы ускоряем загрузку контента и сервис выдерживает в итоге нагрузку за счет кэширования. Ну, конечно, это подходит только если мы этот контент меняем довольно редко. Если мы меняем его часто, тогда там возникает сложная операция, нам нужно его вычищать там со всех кэшей. Ну, это можно делать и специальный API, как это делать, но это делается с какой-то задержкой. Ну, и, конечно же, сколько это стоит, как и все. Да, и контент Delivery Network, он обычно в облаках публичных там включается просто одной галочкой. Просто как говорить, я хочу Content Delivery Network. Ну, обычно это совместно с подключением хранилища объектного. Говорите, я подключаю там S3 плюс Content Delivery Network. И все, у вас все работает. вот так. Про что еще нужно рассказать? контейнер orchestration, это у нас, если вы помните, у нас есть контейнер, есть виртуальные машины. То, что мы описывали для публичных облаков, это все работает с виртуальными машинами. Ну, вопрос, а можно ли то же самое сделать с контейнером? В принципе, да, почему нет? Как бы точно такая же виртуализация, только на уровне контейнеров. Единственное, что она в публичных облаках как бы не применяется. Она применяется, допустим, для приватных облаков. И есть решение, которое позволяет такое вот сделать как бы облако такое, ну, с большим количеством возможностей в приватном каком-то дата-центре, там, где будут работать контейнеры. Вот есть разные решения, там, ну, есть решение Kubernetes есть, это очень популярное, там, можно сказать, наверное, самое популярное сейчас решение. Есть Docker Swarm, тоже такой Docker, ну, от Docker. Есть там другие всякие, там, Mesos есть еще. Да, и, в принципе, те же публичные облака, они позволяют тоже использовать контейнеры, но они позволяют их использовать в каком-то своем приватном закрытом контейнер-сервисе. Как я говорил, вы поднимаете свой контейнер-сервис, который работает на каком-то количестве виртуалок, и в нем работает уже, ну, какая-то контейнер-оркестрейшн вот этот. Ну, вот у Amazon есть Elastic контейнер-сервис, у Google есть контейнер-эджин, внутренний вот как раз этот Kubernetes. Kubernetes – это разработка Google, на самом деле. Ну, Azure, он позволяет еще выбрать, там, он позволяет взять Kubernetes, там, либо просто Docker можно взять, там, без всякого оркестрейшна, там, есть еще DCOS, такая штука, тоже, там, можете почитать, что это такое. Ну, в общем, в облаке тоже можно, как бы, это все делать. Вот, ну, наверное, последний на сегодня такой большой кусок – это серверис-компьютинг, это вот такой bleeding-эдж клауд-компьютинга, такой мега-хайповый. Что это такое? Ну, вот представьте, что мы хотим, чтобы мы пишем какой-то вот бэкэнд, и чтобы нам масштабирование распределения нагрузки, все это делалось автоматически, чтобы мы не управляли нам серверами сами, все это было высокодоступно, если там, ну, и платить только там за вот вызовы, когда реально наш код работает. В принципе, серверлис, ну, уже как бы есть такие сервисы, которые я называл, они, в принципе, удовлетворяют этому критерию, это вот объектное хранилище, и вот эти масштабируемые базы, там, DynamoDB, там, Cloud Spanner, очереди также есть, да, про которые я не сказал, но да, есть такие сервисы, там, как очереди тоже в облаках, и они как бы уже там устроены так, что вы не говорите, вы не нажимаете никаких кнопок, чтобы оно масштабировалось, оно как-то вот само там работает, и все, вы платите там только за объем, там, за количество запросов. Ну, вот для бэкэндов, как бы все по-старому, то есть вы должны там писать сам весь этот код, который поддерживает масштабирование вашего бэкэнда. На самом деле, вот в 2008 году, я уже упоминал, что Google выпустил App Engine, он, в принципе, примерно похожую штуку он и делал, то есть вы, ну, очень похожи на то, про что я сейчас буду рассказывать. Вот, вот современный модный тренд, собственно, это называется, как бы, ну, называется FaaS, как бы Function as a Service, что это такое, вот, если мы вот, вы помните ту схему, там, где был EaaS, там PaaS, там SaaS, вот, вот это где-то посередине между там PaaS'ом и SaaS'ом, то есть мы как бы кусок от приложения, вот такое мы берем, вот, который включает в себя, собственно, контейнер приложения, какой-то процесс, который содержит логику, там, добавляем отказоустойчивость масштабирования и возможность интегрироваться с другими сервисами, вот, а вы пишете просто там именно только функциональную логику, да, то есть обработку запросов и все. И вот дальше запихивать это в клауд и как-то это чудесно вот работает, вот как-то вот так, то есть это вот, то есть здесь у нас вот обычный дата-центр, тут у нас EaaS, у нас в облаке, да, у нас тут работает виртуалочки там вот приложения, потом тут подключили PaaS, какие-то менеджеры, вот базы данных, там, что еще, а вот серверы как-то вот так вот, там, как-то вот в облаке там все эти функции, они там летают, друг друга вызывают каким-то магическим совершенно образом, вот такая вот идея. Ну, это все очень как бы близко к понятию event-driven programming, да, у нас event-driven programming, это когда у вас есть какие-то события, которые могут приходить как от пользователя, запросы, например, да, он дернул там ваш сервис, там, HTTP, там, какой-то, это endpoint, либо у вас изменения произошли, допустим, загружена фотка, там новая в S3, там, или, ну, что-то еще там произошло, либо, допустим, другая там функция вызвала, там, этот ивент, на этот ивент вы можете навесить какую-то логику, которая небольшая достаточно, и она полезет, может сходить в какой-то сервис, ну, что-то сделать, какой-то небольшой кусок работы, ну, как правило, там, однопоточный будет, то есть, ну, ну, да, и дальше передать работу дальше куда-то. Ну, вот AVS, как бы, помимо этих функций, он еще говорит, а давайте мы на этих функциях будем делать вот такой вот визуальный редактор в workflow, то есть, у нас вот есть какие-то стейты, вот каждый стейт, это, по сути, функция, и вот мы как бы возьмем вот там, вот мышкой так их соединим, и вот скажем, что вот это у нас там параллельное выполнение, это у нас там, ну, там последовательное, может быть, выполнение там. Вот мы, допустим, у нас поступила фоточка, мы ее там распараллели на три функции, у нас каждая функция там что-то сделала, потом это все там записалось в базу, и это закончилось, это выполнение этого процесса. такого. Ну, или там вот у нас, например, какая-то фоточка поступила, мы там посмотрели, что за формат, и дальше там какой-то свитч у нас произошел, что-то выполнилось, и дальше мы попали в конец. Ну, такой вот напоминает очень какие-то 50-е годы, наверное, когда там UML-диаграммы отинтересовали, софтверные, вот это вот сейчас как бы все новое, это забытые старые, вот сейчас это вот новый тренд, вот Amazon даже предоставляет такой вот интерфейс, то есть можно посмотреть, вот как у вас выполнился ваш запросик, вот он тут подсветил зелененьким, вот что у вас эти шаги прошли, они все там завершились успешно, вот как бы эти не выполнялись, там все замерил, там, тут есть какие-то ретраи, то есть если что-то там отвалилось, то можно там ретраить автоматически, там, как бы вот вроде как-то выглядит круто, да, ну, да, вот такие графики еще может построить, вот тут, тут синенькое, это эти вот степ, степ-фанкшн, это вот переходы между стейтами, а красненькое, это у нас, это вот выполнение, собственно, логики лямбда, вот, и вот он нарисовал, что здесь какая-то степ-функция запустила, она там вот сотню каких-то переходов там выполнила, вот за единицу времени, да, потом остановилась, тут работала лямбда, потом опять тут степ-фанкшн, ну, как-то вот так они там поработали, ну, такие графики, значит, вот, ну, за что вы тут платите? Вы платите тут за вызовы, во-первых, этих функций, за, во-вторых, функция расходует память, вы платите тоже за память, умноженная на время, в которой эта функция работала, да, то есть память умножить на время, ну, и вот за этот степ-фанкшн вы платите за стейт-трансишн, то есть модель оплаты совершенно другая, то есть в одном случае вы платите за виртуальную машину, которая может простаивать, то есть вы, по сути, оплачиваете ее резервной мощности, которая может не использовать, в другом случае вы платите вот именно за непосредственную работу, и как бы вроде бы хорошо, то есть вы не платите за, ну, по сути, за простое вашей машиной, да еще и получаете вот эту всю там масштабируемость, там, ну, отказоустойчивость и так далее бесплатно, ну, вот пример там вот где-то с расчета я нашел, сколько примерно стоит, ну, там 3000 стейт-трансишенов стоит, там, где-то 7,5 долларов, ну, просто много или мало, то есть кто считает, что это мало, вот, а кто считает, что много, ну, на самом деле вопрос как бы тут больше в том, а сколько-то у вас, собственно, вызовов там, да, то есть если у вас виртуальная машина занимается тем, что она в 5, раз в 5 минут, там, дергает какой-то сервис, там, и проверяет там health check, например, да, это будет выгодно, если у вас высоконагруженный сервис, который обрабатывает, не знаю, там, не знаю, там, реальные месседжи, там, от пользователей, запросы, типа OKRU, то, ну, что такое 300 тысяч запросов в секунду, там, для сервиса типа OKRU, там, вернее, 300 тысяч запросов, это у нас только в секунду, как бы, ну, это норма, в принципе, ну, и, соответственно, там, 7,5 долларов в секунду, ну, как бы, не так, уже мало считается, как бы, там, за месяц набежит. ну, преимущество, еще раз, это масштабирование автоматическое, да, экономия, ну, и экономия, в случае, если у нас какие-то низконагруженные есть функции, да, какие-то, которые по таймеру как-то вызываются, там, очень редко, или просто нашим сервисом никто не пользуется, там, полтора пользователя заходят в день, как бы, да, но какие есть проблемы, проблем, на самом деле, тут больше, чем преимущество, как оказывается, вот, там, например, в МБС, параллельно 100, может быть, вызовов от одной функции, просто вот они это за хардкодили, ну, зачем? Ну, они объясняют это, а вдруг у вас будет бага, и ваш вот этот цикл, он как-то там зациклится, начнет порождать, там, вызовы, там, по экспоненте, вот, и вы когда это заметите, у вас уже закончатся деньги, или на счету, или там закончатся ресурсы в облаке, амазоновском, ну, также ограничено время, да, вот, ну, по похожим причинам, в принципе, тоже, чтобы там, если что-то зависло, вы там не продолжали платить, вот, сейчас пять минут, ну, тоже непонятно, как бы, то есть, а вдруг не хватит, что делать? будет ретраиться там, и что, все, непонятно тоже, как решать, вот, ну, как раз вот проблема на том, что, может быть, какие-то бесконечные ретраи, как бы, вы можете их вообще не заметить, если у вас там, эти вызовы как-то там бегают, вот, с отладкой, как бы, ну, вообще непонятно, что с этим делать, это вот какая-то штука, которая работает где-то на каком-то приоритарном софте, и которую, это вот локально не запустить, и, по крайней мере, пока что нету никаких-то интерфейсов, которые позволяют это отлаживать, ну, собственно, да, ну, что касается еще серверис, ну, собственно, пока что это такая более, как пробная технология, то есть, реальных практических применений я не слышал. Тут имеется в виду подход, что для вас как бы их нет, они как бы есть, но вы про них не думайте. Это как бы такое название. Вот, ну, и напоследок еще там совсем немного осталось, это вот буквально пару слайдов, это мобайл бэкэн за сервис, это тоже как бы, что предоставляют все клауд-провайдеры. Ну, это частая ситуация, что вам нужно писать приложение, вот, у вас в основном, ну, мобильное приложение, и у вас как бы основная логика, она в этом приложении. То есть, у вас может быть даже там бэкэн-разработчика нет как такового, который будет писать какой-то бэкэнд, там, на джаве какой-то там, вот, и вам проще вот взять такой сервис и просто настройками, там как-то вот добавить все необходимые сервисы, которые заточены именно под мобильное приложение, да, то есть, ну, что нужно мобильному приложению, да, это управление пользователями, да, то есть, интеграцию социальными сетями, всякие нотификации, там, пуши, там, в общем, там, не знаю, GPS, всякие функции, там, allocation service, ну, и, в принципе, мобильное, как бы, приложение, оно, поскольку толстый клиент, там, можно много что сделать на клиенте, поэтому, в принципе, там, без программирования на бэкэнде можно обойтись, вот, это точно так же, как бы, серверс-подход, то есть, вы не думайте, как там, сколько серверов работает, и минимум программирования, и, конечно, какой-то мобайл-сдк есть, который, вот, пишите, там, на ios-сдк, и все, так, вот, ну, у гугла есть, и у fbs, и у azura, у них есть, такие платформы, это Firebase, vsmobile, или azure mobile, у Firebase, это у гугла, это вообще отдельная платформа, она там, ну, она как бы интегрирована с клаудом, но она, как отдельный сервис продается, там, какие-то аналитики можно делать, там, можно запускать какие-то, эти, это, б-тестирование какие-то даже, там, там, очень навороченная система, на самом деле, ну, вот, как бы, что еще там есть, просто, вот, просто, чтобы вы понимали масштаб, дофига систем, и это вот только то, что вы видите на главной странице консоли, на самом деле, вот их столько, вот, как Amazon, говорит, что их 3000 тут, ну, они тут, правда, AWS NoMobile еще тоже засунули, но, так что, я думаю, там все подряд, но все равно, вот, объем, конечно, функциональности очень большой, ну, ну, напоследок, как всегда, есть минусы, да, какие подводные камни у облачных решений, именно у паблика Блаков, да, перформанс, есть такое понятие, как шумный сосед, да, поскольку у вас, все-таки вы не один на железке, с вами работает какая-то виртуальная машина, и это иногда влияет на вас, то есть все-таки, несмотря на то, что есть изоляция, все равно там какие-то, например, кэши там последнего уровня процессора, да, которые разделяются между всеми корами, они там будут там, ну, заэффекшены, и вы как бы можете это заметить, просадку, или там забивается там сетевой интерфейс, там, или, ну, масса может быть причин, поэтому, собственно, все эти бенчмарки CPU, как бы они могут показывать разные результаты, просто как при разных запусках, дальше, пинг, собственно, скорость сети, она тоже, может быть, произвольной, но обычно, если вы строите дата-центр, вы можете, вот в одноклассиках, там, пинг между дата-центрами, он там, миллисекунды, то есть, очень-очень быстро, у Google, там, и у Amazon, если возьмете два разных дата-центра, ну, десятки миллисекунд будет. Так, я уже упоминал, производительность, она неконсистентна, то есть, вы запускаете в разных дата-центрах, вроде конфигурация одна, но производительность разная, и, как бы, вот, с этим как-то нужно тоже бороться, там, или мириться. Ну, в виртуализациях, виртуальные машины, они, опять же, несут свои, как бы, потери производительности. следующее, значит, это, иногда, там, Google или Amazon, они решают, там, заменить железку какую-то, да, допустим, сервер, там, им нужно остановить сервер, ну, и вы с этим, в принципе, особо сделать ничего не можете, вы не можете попросить, ну, пожалуйста, не надо, там, это моя виртуалочка, там, работает, вы, скорее всего, даже не узнаете, но обычно они там, ну, они добрые, они позволяют выбрать, какое время вы им позволяете это делать, там, допустим, ночью, там, какой-то интервал, там, ну, все равно, это может произойти, как бы, но они стараются минимизировать потери, то есть, виртуалочка плавно переедет, с какой-то задержкой, и там, вот, есть еще такой сервис License Agreement, это, собственно, ваш договор с провайдером облачного сервиса, который описывает, в каком случае он вам что-то должен, а в каком случае что-то не должен, ну, это просто огромный документ, на самом деле, и там разобраться в нем, ну, очень сложно, и многое он на самом деле не покрывает, и у Гугла еще год назад, там, почти в каждом сервисе было написано бета, значит, не покрывается сервисом License Agreement, если вы, допустим, используете какие-то, вот эти, preemptible instance, вот эти дешевые машины, например, используете, вот эти, там, ну, какие-то новые сервисы, или там, что-то еще, то есть, очень много исключений, да, и, если у вас возникает какая-то проблема, то вы, как правило, ну, не всегда ее можете сами решить, вот, вот что-то у вас там не работает, например, там, большой пинг, почему-то у вас между виртуальными машинами, вы можете писать в поддержку, да, поддержка, в принципе, она бесплатная, но она, как бы, по умолчанию, она долгая, вот, в SLA написано, что они могут отвечать, если не ошибаюсь, там, если у вас вообще бесплатный, ну, если вы ничего не платите, по-моему, вообще могут не отвечать, если вы там хоть чуть-чуть платите, они вам ответят, там, через день, допустим, да, ну, иногда день это много, вам нужно сейчас, вы тогда платите им денег, и они тогда вот отвечают вам в течение часа, платите еще больше, отвечают в течение, ну, не знаю, еще быстрее, выделяют вам специалисты, многие провайдеры, они устанавливают лимиты на ресурсы, ну, представим, что у вас есть дата-центр, допустим, амазоновский, в нем работают разные сервисы, и, ну, как бы, ресурсы этого дата-центра, они конечны, да, в конечном итоге, там стоит сколько-то серверов, и провайдер, любой он хочет как-то планировать, сколько там может быть нагрузки, там какой-то автоскейлинг может работать, а тут кто-то приходит, говорит, я хочу там, не знаю, 100 тысяч серверов, ну, 100 тысяч виртуалок, и на самом деле так нельзя, оказывается, потому что, ну, есть лимиты, которые нужны для того, чтобы, ну, никто не мог забрать вот все ресурсы дата-центра, и эти лимиты, их очень много, на самом деле, на железо, на количество вызовов, и вы когда на них напоролись, вы не можете пойти в настройки их повысить, потому что эти лимиты установлены со стороны провайдера, вы должны писать ему в суппорт, пожалуйста, увеличьте мне лимит, он будет вас спрашивать, а зачем, и вы будете договариваться, зачем вам это надо, вот. Да, собственно, вот то, что я рассказал, значит, и, как бы, самое важное, наверное, всего этого, из всех этих недостатков, это вендор локу, то есть, это привязанность к провайдеру, которая не позволяет вам его сменить. Чтобы сменить провайдера, то есть, это... если вы хотите поменять провайдер, допустим, перейти с Амазона, куда-то еще там, в приватное, в частное облако, как правило, это означает какой-то даунтайм. Во-вторых, у вас используются, если проприаритарные технологии, там, не дай бог, там, этот function as a service, то, ну, почти все, то есть, если у вас там S3 используется, ну, еще ладно, вы там можете, storage bucket, они практически идентичны, как-то потихоньку перетащить данные. То есть, чем больше у вас вот этот вот уровень виртуализации, как бы, да, чем больше вы забрали от провайдера сервисов, и чем более они проприарны, тем вам сложнее от него уйти. Ой, немножко перепуталось, но... Да, и, конечно, вам нужно перености данные, перенести данные, ну, вот, если у вас данных стало много, то есть, вам нужно вызывать AWS Mobile, но, скорее всего, он позволит вам данные только туда загрузить. То есть, насчет обратно, я не знаю, наверное, будет в два раза дороже. Да, ну, вот, собственно, ну, и последний пункт, это стоимость. Вроде бы, согласно экономике, вот, разделение ресурсов, вроде должно получиться дешевле, да, потому что, ну, по идее, провайдер, все это обходится дешево. Он, как бы, должен, по идее, вам, ну, по идее, как бы, вам должен давать какую-то скидку в итоге, да, но, как бы, не совсем так. И в Амазон не стал бы, там, такой прибыльной компанией, если бы было так, на самом деле, там, у Джеффа Бессеса не было бы, там, 100 миллиардов, основателей Амазона, да, кто там, владелец, да. На самом деле, все сложнее, да, стоимость нужно, как бы, планировать заранее, да, то есть, если вы планируете какой-то рост нагрузки, вы должны посмотреть, как минимум, а сколько вам будет стоить это. Что-то все переставилось. Так, и, как правило, вам только на старте будет выгодно, то есть, у вас, ну, как первая доза бесплатно, вас заманивают в ловушку, собственно, вы получаете этот вендор look-in в конечном итоге, и с вас можно просто драть, сколько там, ну, пока вы там, все-таки, не решите уйти. Какие выводы из этого всего? Значит, публичное облако, это, на самом деле, очень хорошо. Это хорошо для начинающих проектов, хорошо, когда у вас не очень много нагрузки, но, в принципе, даже когда много нагрузки, это тоже иногда очень неплохо, потому что, как бы, вы получаете очень неплохой, в принципе, сервис. Да, еще один совет, это использовать калькуляторы стоимости. У каждого облака, вот, у Amazon, там есть страничка, на которую вы можете вбить, там, сколько вы планируете использовать ресурсов, каких он вам выдаст, там, сколько с вас будет, там, в месяц, например, да, это полезно делать, ну, хотя бы, там, за какое-то время, до того, как вы там, ну, эта нагрузка появится, чтобы вы там могли успеть понять вообще, вы сможете столько платить или не сможете. Вот, или вам придется, как этот, почему, или вам придется отдавать какие-то там бешеные деньги за это все, за это все, как этот, снапчат, платить, там, 5 миллиардов внезапно. Дальше, дальше надо планировать всегда заранее возможность, как вы будете, в случае чего, мигрировать данные, да, то есть, ну, уходить, то есть, во-первых, стараться не использовать какие-то проприарные решения, где возможно, ну, во-вторых, продумать вообще, как бы, с точки зрения вашего бэкэнда, как он будет работать, как какую-то, может быть, плавную миграцию, да, ну, один из моментов использовать container regions, container regions, они позволяют, вот, один тот же, допустим, кубернета, то есть, одно и то же решение развернуть, как на Амазоне, например, так и в вашем дата-центре, так и в Азуре, то есть, ну, относительно легко переносится, и также настройки, в этом случае они будут храниться уже в каком-то, в каких-то файлах, вот, допустим, у вас в репозитории, вы можете их туда положить, то есть, это примерно как докер-файл, вот, в случае кубернета, у него тоже есть такие, как бы, дескрипторы для всяких load balancer и прочего, ну, и, собственно, постепенная миграция, тоже надо ее продумывать, то есть, ваш сервер должен это поддерживать, все, спасибо за внимание, немножко задержались, но, если какие-то вопросы есть, вот, можно задать, где вы это используете? Ну, вот вы все рассказывали, что полтора года делаете, а что вы тут делаете, из чего вы рассказываете, вы говорите о своей, как-то оценке, как-то делать вам? про свое, про наше решение я не стал рассказывать, ну, первое, потому что это, просто нету времени, то есть, и вам, как бы, более полезна эта информация, во-вторых, как бы, есть доклады наши, вы можете поискать, вот, недавно на Highload'е был, не знаю, видео будет доступно или нет, как бы, ну, мы можем, наверное, куда-то закинуть, и еще на DevOps'е, на DevOps'е тоже был доклад про то же облако, там, немножко с другой перспективы со стороны администрирования, как бы, и на Хабре у нас посты, не помню, были или не были, или будут, что-то было вроде. Мы делаем, ну, Private Cloud, которая позволяет, по сути, делать виртуализацию, управление контейнерами. То есть, у нас есть какие-то сервисы в 1-классе, как, допустим, там, Web, EGB, там, ну, компоненты, ну, их сотня, да, их очень много, там, и у каждого сервиса, там, ну, десятки какие-то, там, или сотни реплик, да, то есть, инстансов, вот, и сейчас, до этого у нас получалось, что у нас отдельный сервер, железный, под каждый такой инстанс, ну, то есть, там не было виртуальных машин, ничего, и у нас возникла задача, во-первых, задача, вам, утилизации ресурсов, у нас многие эти сервисы, мы как бы брали большую железку, типа, на случай вдруг, типа, там, нагрузка пойдет, на самом деле, там, 2% типа используется всего, например, вот, ну, вторая задача, просто управление этими железками, ну, нам хотелось бы, чтобы мы хотим запустить сервис, чтобы мы просто взяли какую-то свободную железку, туда его автоматически вот разместили, у нас не было таких вот, такой автоматизации, это все было вручную, то есть, мы должны заказать эту железку, там, через бухгалтерию, это все, как бы, должен планировать, там, инженер, это все, ну, занимает долго, то есть, то, что я вначале вот описывал, ну, во многом к нам относилось, вот, в этом случае, то есть, и поэтому мы делаем, как бы, решение, то есть, почему оно к нам не подходит, почему мы не взяли готовые, ну, там, тоже тема для отдельного разговора, там, ну, потому что мы любим программировать, because we can, как бы, да, и на самом деле были причины. Так, что, есть еще вопрос? Цель, по сути, повысить утилизацию и упростить обслуживание. Ну что, тогда, спасибо еще раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!